Наша Земля И позволяет новой жизни зарождаться в, казалось бы, неподходящих для этого местах. Почему там, где встречаются океанические течения, и там, где над и под водой образуются геологические разломы, всегда возникают чудеса природы? Что влияет на развитие жизни? Некая непостижимая сила или же гениальный замысел, понять который мы, люди, не в силах? Что такое жизнь и что такое природа? Всего лишь существование флоры и фауны, простое истечение обстоятельств? Или, скорее, идеальные взаимодействия, совокупность факторов, способных изменить мир? Что такое чудеса природы? Как они возникают? Мы хотим это выяснить. Мы исследуем ветер, воду, лавовые потоки, геологические формации и встретим чудеса, природные чудеса нашего мира. Мы начинаем наше знакомство с чудесами природы на Азорских островах. Этот архипелаг является западной границей Европы. Здесь сходятся евразийская, африканская и североамериканская плиты. Островная группа возникла в результате мощного извержения вулкана несколько миллионов лет назад. Погода на Азорских островах непостоянна. Туман здесь может собраться буквально за несколько минут, особенно на больших высотах. На плодородной вулканической почве островов сформировалась уникальная флора. С течением лет на месте черных камней появились зеленые луга, и ландшафт местами приобрел поистине сказочный вид. Азорские острова Азорские острова всегда были окружены ореолом таинственности и меланхобией. Любой, кто видел спектакли, которые разыгрывает здесь природа, кто бывал в высокогорьях Пику, поймет, что мы имеем в виду. Высшей точкой Азорских островов является гора Пику, расположенная на одноименном острове, имеющей высоту 2600 метров. Это не только высочайшая гора Португалии, но и крупнейший вулкан Срединноатлантического хребта, протянувшегося от Арктики до Антарктики через Азорские острова и остров Буэ. Подножия этих гор находятся на глубине 3000 метров. Только представьте, не будь тут воды, они почти сравнялись бы по величине с Гималаями. Мы движемся дальше вдоль этих формаций и достигаем побережья. Здесь, у горных склонов, под поверхностью воды, формируется течение, приносящее верхние слои Атлантического океана огромное количество пищи. Так называемый Апвеллинг, океанический эльдораду, благодаря которому сформировался богатый и многообразный животный мир. Неудивительно, что Азоры считаются детским садом Атлантики. Особенно, если говорить о кашевотах. Они постоянно живут у берегов Азорских островов. Самки вынашивают и рожают потомство в водах близ Фаяла и Пику. В брачный сезон самцы наведываются сюда в ходе своей кругосветной миграции, чтобы продолжить трон. Наш оператор едва не пострадал во время погружения рядом с самкой и ее детенышем. Любопытный, как и все дети, малыш решил объяснить, кто это такой рядом с ним. В результате произошло столкновение, но, к счастью, ни кашевот, ни оператор не пострадали. Китобойный промысел. К счастью, эта темная глава нашей истории осталась в прошлом. На Пику лишь старый музей напоминает об ужасном истреблении этих добрых гигантов, почти уничтоженных человечеством. К счастью, вскоре после запрещения промысла, популяция кашелотов медленно, но верно увеличилась. Следующий пункт путешествия – остров Принцессы. Гигантский кратер в 90 километрах от Пику. Здесь мы встречаем косяк скатов Манг. Рассекая водные глубины, эти животные с помощью специальных ротовых лопастей собирают планктон. Этот процесс называют вентиляцией, поскольку отфильтрованная вода тут же выбрасывается. Встреча с мантами мы обязаны восходящему течению. Подъем воды с глубины верхней слои сильно облегчает скатам жизнь. Словно на подводном лифте, мелкие крабы и микроорганизмы поднимаются наверх. Давайте остановимся на минутку и понаблюдаем за волшебным групповым полетом скатов. У острова Принцессы можно встретить и синих акул. Одна из крупнейших в мире популяций обитает у мыса, который является для них настоящим раем. Им достаточно лишь открыть пасть. И еда сама заплывает внутрь. Неудивительно, что популяция синих акул постоянно растет, несмотря на отлов азиатскими рыбаками. Сегодня они включены в список охраняемых видов. К счастью, суп из плавников азорской голубой акулы исчез из меню ресторанов всего мира. Это одно из немногих мест в мире, где к акулам можно подобраться настолько близко. Неподалеку от Азорских островов, благодаря тектоническим сдвигам, течениям и вулканической активности, сформировалась крайне благоприятная среда. Восходящее течение создало посреди водной пустыни настоящий рай. Первое чудо природы, которое мы увидели в рамках нашего путешествия. Мы движемся дальше вдоль лавовых потоков, изменивших наш мир, и делаем остановку в Мальпелу, небольшой странной группы в 500 километрах от Тихоокеанского побережья Колумбии. Размер ее главного острова всего 1600 на 730 метров. Тем не менее, этот архипелаг является стандартообразующим. С 2006 года Мальпелу является объектом всемирного природного наследия, и неспроста. Как и Азоры, Мальпелу возник в результате вулканической активности. Холодная магма и потоки лав, истекавшие в океан, создали основу будущего подводного рая. И, разумеется, здесь также присутствует восходящее течение, гарантирующее пищевое изобилие. Здесь можно встретить даже крупную популяцию мурент. Если вам повезет, и мурена выглавит из своей пещеры или расщелины, то вы сможете полюбоваться ее длинным, избивающимся телом и головой, напоминающей доисторического идола. Любой, у кого есть акваланг, может окунуться в эту веселую суматоху. Эти рифы отличаются уникальной подводной фауной. Косяки ярко окрашенных и невероятно красивых рыб бороздят морские просторы. Свет, отражающийся от их чешуи, гарантирует наблюдателю поистине завораживающее зрелище. Стайки ярких рыбок, желтохвостых карангсов и рыб-хирургов облюбовали местные рифы и расщелины. Здесь мирно сосуществует множество видов рыб и ракообразных. Обилие пищи, чуть теплая вода и круглогодичное подводное течение создают для местных обитателей идеальные условия жизни. Кругом, куда не кинет взгляд, настоящий подводный рай. А вот эта костья редко показывается в Мальпелу. Дело в том, что морские черепахи путешествуют по планете вместе со всеми океаническими течениями и ежегодно наматывают немалый километраж. Кроме того, этот вид черепах находится на грани вымирания. Но здесь, в Мальпелу, черепахи находятся под надежной защитой, как и другие морские животные. Заметив этих акул, многие дайверы начинают жалеть, что не захватили с собой смену нижнего белья. Бычьи акулы атакуют человека так же часто, как тигровые и большие белые акулы. Согласно всемирной базе данных, эти животные совершили 75 нападений на людей, из которых 25 со смертельным исходом. Специалисты считают, что эти цифры могут быть занижены, поскольку бычьих акул часто путают с большими белыми. В Мальпелу различные виды акул находят для себя идеальные условия обитания. Как и в районе Азовских островов, здесь есть восходящее течение, формирующееся у края рифов. В Мальпелу обитает и крупнейшая в мире популяция акул молотов. Эти животные с причудливыми головами обычно ведут одиночный образ жизни, но в Мальпелу они собираются в гигантские косяки. Эти хищницы живут здесь постоянно, в то время как их родственницы, глопогоски и бычьи акулы только заглядывают сюда по пути. А вот, наконец, и она, крупнейшая акула на Земле, китовая. Она может иметь длину до 13 метров и весить до 12 тонн. Но поскольку питается акула планктоном, для человека она угрозы не представляет. Тем не менее, встречу с такой громадиной вы запомните надолго. Встреча с китовой акулой не сулит человеку никакой опасности. Несчастные случаи могут произойти лишь по неловкости человека или животного, поскольку китовая акула обладает колоссальной мощью. Гигантские косяки рыб, похожие на тучи, являются обычным зрелищем для мальпелу. Мало где можно встретить подобные скопления рыбы. Эта картина просто завораживает. Ученые называют подобную форму сосуществования животных коллективным разумом, поскольку так отдельная особь имеет больше шансов выжить. Чем больше стая, тем меньше у отдельной рыбы риск стать жертвой хищника. Коллективный ответ на внешнюю угрозу значительно снижает шансы хищника на удачную охоту. Оказавшись в гуще рыб, он теряет ориентацию в пространстве и терпит поражение. Это то, что ученые называют суперорганизмом. Сообщество, которое своими организованными действиями увеличивает шансы отдельной особи на выживание. Но как получилось, что здесь, посреди Тихого океана, находится райское место подобных размеров? Как получилось, что здесь собрались десятки миллионов рыб и других организмов? Что это? Причудо природы? Или дело в уединенности, которое долгое время защищало эти места от человека? Согласно наблюдениям ученых, условия жизни улучшаются при обилии пищи. Благодарить за это следует восходящее течение, такое же, как у Азорских островов. Оно переносит мелкие организмы в верхние водные слои. Лишь благодаря такому источнику пищи возможно существование подобных чудес природы. Декорации меняются. Теперь мы хотим изучить ситуацию в Южной Африке и выяснить, носит ли Апвеллинг глобальный характер. Исполняют ли океанские течения важную партию в Великом Оркестре природы. У побережья Южной Африки встречаются холодное атлантическое течение Бенгелла и теплое течение Агульас из Индийского океана. Здесь мы обнаруживаем природный резервуар редкой красоты. Для морских обитателей слияние двух течений означает обилие пищи. А для жителей суши – климат, для которого характерны теплое лето и холодная зима. Пункт нашего назначения – Акулья-Алея, где обитает крупнейшая в мире популяция больших белых акул. Дело в том, что на острове Гейзер находится 50-тысячная колония морских львов, которые, к несчастью, являются излюбленной пищей больших белых акул. В данный момент у морских львов брачный сезон. Так называемые хозяева пляжа – доминантные самцы – заняты защитой своих гаремов от любвеобильных конкурентов. Разумеется, в это время года гормоны дают о себе знать. И в воде творится настоящий ад. Многочисленные молодые животные устраивают поединки. И в этом хаосе одному-двум ловким самцам удается приблизиться к самке, перехитрив старых самцов. В воде начинается акт любви. Нам, людям, это зрелище может показаться странным. Такое ощущение, словно лев хочет утопить объект своего желания, раз за разом погружая самку под воду. Парочка вертится в воде, не обращая никакого внимания на наблюдателя. Поскольку больших белых акул поблизости не видно, мы погружаемся под воду, чтобы понаблюдать за причудливыми играми морских львов. Подводные заросли водорослей являются одновременно и укрытием, и источником пищи. Их называют тропическими лесами океанов. Водоросли дают кровь и защиту множеству растений и животных. Морские львы в этих подводных джунглях чувствуют себя как дома. Играя в этом причудливом лесу из водорослей, они ловко лавируют между растениями. Привыкнув к нашему присутствию, они даже начинают играть с нами в прятки. Если вы решите их проигнорировать, животные попытаются раззадорить вас шутливыми наскоками. Ну хорошо, давайте немного поиграем с этими симпатичными малышами. Мы отправляемся дальше, вглубь океана. Наш оператор входит в специальную защитную клетку. Мы готовы. Вскоре испуганные птицы взмывают в небо. И появляется она, большая белая акула. Даже если бы люди, вопреки противоречивым предрассудкам, не входили в меню этих акул, все равно в их присутствии трудно не испытывать, ну, некоторого беспокойства. Несчастные случаи и драматичные встречи между человеком и акулой происходят регулярно. Как правило, с фатальным исходом. Акула атакует по ошибке, а не намеренно. Большая белая акула оценивает, насколько съедобна жертва с помощью так называемого пробного укуса. Зубы у акулы острые, как бритва, а сила сжатия челюстей составляет более пяти тонн. В чем вы сейчас сможете убедиться сами. Наш оператор остался более чем доволен прочностью клетки, которую белая акула довольно долго пыталась разломать. Однако, после нескольких попыток добраться до содержимого клетки, акула сдается и исчезает в глубине. Благодаря слиянию двух крупных океанических течений, у берегов Южной Африки возникла среда, которой представлена вся пищевая цепочка подводной жизни. Большая белая акула является важным регулятором экологического баланса. Мы отправляемся вглубь материка, поскольку течения Бенгела и Агульес влияют на местный климат. И испарение воды, и разница между температурами земли и воды вызывают выпадение осадков, благодаря которым регион Кейл отличается буйной, пышной растительностью. Здесь можно встретить уникальные образцы флоры, в том числе многочисленные кусты инбыша. Но мы продолжаем наше путешествие на север и прощаемся с регионом Кейл. Следующий пункт назначения — африканские джунгли. Преодолев несколько сотен километров, мы оказываемся в джунглях, где обитает так называемая большая африканская пятерка — львы, буйволы, носороги, леопарды и слоны. Говорят, что именно здесь и зародилось человечество. Но возникает один вопрос. Почему девственные леса и джунгли опоясывают всю нашу планету? Проследовав дальше вглубь джунглей, мы встречаем нескольких бегемотов и жирамов. Во время своих продолжительных прогулок эти гигантские длинношеи и животные лакомятся листвой с верхушек деревьев. Они явно предпочитают акации и мапаны. Мы замечаем, что за нами наблюдают несколько любопытных мангустов. Глядя на них, трудно поверить, что эти милые зверьки не боятся даже черную мамбу, самую ядовитую змею Африки. Мы проезжаем мимо стада зебр и начинаем поиски царя зверей — льва. И вот, наконец, мы его находим. Лев лениво развалился под кустом, поглядывая на свой прайд, члены которого в данный момент заняты взаимной чисткой. Наконец, один из молодых львов замечает камеру, которую мы установили неподалеку. Поначалу молодые и зрелые животные не обращают на нее внимания. Они просто лежат, обнявшись, ведь день сегодня очень жаркий. Однако вскоре чужеродный объект все же вызывает у них интерес. Самые смелые львята медленно и осторожно приближаются к камере. Затем они словно начинают базировать. К ним присоединяются еще несколько малышей. И в итоге у нас получается превосходное групповое фото самых отважных львят. Наконец, просыпается и самец. Мы решаем больше не беспокоить львов и отправиться дальше. Нам везет, и мы становимся свидетелями уникального зрелища – рождения импалы. Мы скрещиваем пальцы, потому что мать сейчас совершенно беззащитна перед хищниками. Она начинает нежно облизывать детеныша, чтобы стимулировать его кровообращение. Именно сейчас решается, выживет он в гуше или нет. Он должен как можно скорее встать на ноги. Ура! Получилось! И малыш вместе с матерью покидает место своего рождения. Леопард. Он явно что-то ищет. Судя по тому, как беспокойно он мечется по джунглям. Большая кошка напивается из источника и снова отправляется рыскать по джунглям. Мы осторожно следуем за ней. Мир, как и бывает, все в нас, а не спать. Мы осторожно следуем за другую. Мы просто с притушками, если здесь гладко распыносить, то можно здесь. Возить один сараход и, наверное, наше самое. Вот так. И возить, если это будет, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. А, теперь понятно. почему у леопарда был столь озабоченный. Почему он обнюхивал все кусты и деревья? Просто он искал свою партнершу. Теперь они могут приступить к делу. Самка побуждает самца заниматься с ним любовью по несколько раз в день. Так будет продолжаться несколько дней подряд, и каждый раз после саития самка будет кататься по земле. Как только она забеременеет, животные расстанутся. Буйвол. Это замечательное животное всегда держится рядом с водоемом, будь это хоть маленькая лужа. Как ни странно, именно буйвол, а не какое-либо другое животное, ответственен за наибольшее число человеческих смертей в Африке. Казалось бы, в этом деле он никак не конкурент льву и леопарду, но если присмотреться, все становится ясно. Буйвол является дальним родственником крупного рогатого скота и весит до двух тонн. Его не смущает близость человеческого жилья, и он предпочитает находиться поблизости от воды. На других он не обращает внимания, если они держатся от него на расстоянии. Если приблизиться к буйволу, вызвать его агрессию, спровоцировать, то это ленивое и мирное животное превратится в опасного убийцу. Один удар его рогов способен упрокинуть небольшой грузовик. Вблизи людских поселений нередко происходят неприятные встречи буйвола и человека, зачастую со смертельным исходом для последнего. Но для нас черные гиганты угрозы не представляют, ведь мы держимся на безопасном расстоянии. Диким животным становится все труднее находить для себя уединенные места. Из-за человеческого прогресса многие виды оказались под угрозой исчезновения, например, носороги. Они живут небольшими семейными группами в подлеске и ежедневно съедают тонны зелени. При этом они забредают на земли, которые в силу особенностей почвы могут использоваться и как пахорны. Расселение человека приводит к тому, что все новые земли начинают обрабатываться, в результате чего сокращаются среда обитания и пищевые ресурсы диких животных. Носороги находятся под двойной угрозой. С одной стороны из-за сокращения пищевых ресурсов, а с другой из-за браконьерства. Порошок, получаемый из их рога, в Азии считается возбуждающим средством. Именно поэтому природные заповедники так тщательно охраняются. Мы познакомились почти со всеми членами Большой Пятерки. Осталось последнее животное — слон. А вот и они. Стадо мигрирует от водоема к водоему. Эти миролюбивые животные имеют рост до 4 метров и весят от 2 до 5 тонн. Слоны — крупнейшие из ныне живущих наземных животных. Новорожденный слоненок может весить до сотни килограммов. Самковы нашего и детеныша — от 20 до 22 месяцев. Слоны живут стадами, состоящими из самок и детенышей, а во главе стада стоит главная слониха, играющая в нем очень важную роль. Размер стада зависит от количества имеющейся пищи. Там, где ее много, небольшие группы объединяются в одну. Это стадо нашло довольно необычный водоем. Бассейн старого заброшенного отеля не слишком привлекателен для человека, но слонам он явно нравится. Теперь, когда и взрослые, и детеныши освежились, стадо отправляется обратно в заросли. И мы с ним прощаемся, поскольку нам пора двигаться дальше. В 10 тысячах километрах к востоку от Черного континента, в джунглях Индии, мы видим практически идентичную картину. Густые заросли, пышная растительность. Типичный сухой широколиственный лес. Но как это возможно? Почему, переместившись к востоку вдоль экватора, мы видим ту же растительность, что и в Африке? Известно, что ось вращения Земли слегка сместилась к северу, но с глобальной точки зрения это несущественно. Важно, что опоясывающая всю планету экваториальная зона имеет однородную растительность, а ее экологические функции одинаковы и для местного, и для мирового климата. Эта зона, похоже, определяет глобальный климат. К северу от экватора преобладает сухой жаркий климат, сфера влияния которого распространяется до Африканского континента, где его сменяет морской климат. Южнее климат становится более мягким. Там, где сглаживаются колебания погоды, уменьшается и температурная амплитуда. Хотя в летние месяцы средняя температура может составлять 40 градусов Цельсия, разница между днем и ночью не так разительна, как, например, в пустыне, где днем может быть 50 градусов жары, а ночью чуть ли не заморозки. В результате этого феномена и возникли густые джунгли, выполняющие роль легких земли. А на краю этой зоны вырос тропический лес. Позже мы еще вернемся к этой теме. Приближается сезон дождей. Перед началом долгожданного муссона животные собираются у водоемов. Неудивительно, что возникают ссоры. Этот кабан определенно уверен, что лишь он имеет право здесь находиться. И он знает, как отстоять это право. И люди, и животные ждут муссона, сезона дождей, которая обрушит на землю свою мощь и наполнит великие реки и резервуары Индии водой на целый год. Лангуры-хануманы тоже собираются у водоемов, но, похоже, угроза диких свиней их не пугает. В Индии эти обезьянки считаются священными, поскольку они очень похожи на бога-обезьяну Ханумана, сына богини Шивы. Хануман – покровитель деревенской жизни и одновременно бог учения. Лангуры прекрасно чувствуют себя следи древесной листвы. Деревья дают им и пищу, и кровь. Здесь они чувствуют себя, как у Христа за пазухой. Именно поэтому эти обезьянки такие веселые и самоуверенные. Наблюдая за обезьянами, мы заметили на пушке леса индийского оленя, или аксиса – родственника европейской лани. Характерной особенностью этих животных, без сомнения, является их пестрый мех, который неплохо их маскирует. Как правило, аксисы живут группами по 5-10 особей, и состав этих групп постоянно меняется. В период случки между самцами зачастую происходят поединки, но кровопролитие обычно удается избежать. Но ушастую сову эта сцена впечатлений не произвела, и она снова спряталась в своем дубле. Аксисы Пасутся в основном на лугах, непосредственно примыкающих к лесу, чтобы в случае опасности можно было быстро там скрыться. Местные жители часто называют этих оленей тигриной едой, поскольку их популяция регулируется 1700 тиграми, в настоящий момент обитающими в Индии. Гауры – крупнейшие представители крупного рогатого скота. Взрослые особи могут весить до 1000 килограммов. Их конечности – от копыт до голеностопных суставов, покрыты белой шерстью, а лбы – светлой серой. Индийская популяция гауров была практически истреблена. Охотники и болезни настолько проведили их ряды, что гауры были включены в красный список видов, находящихся под угрозой полного исчезновения. Но с помощью программы разведения и переселения правительство Индии удалось вернуть гауров в большинство регионов страны. Переселение гауров считается одним из самых успешных природоохранных проектов индийского правительства, которыми она по праву гордится. На первый взгляд Буанзу напоминает лисицу, но на самом деле другое его название – красный волк. Буанзу – вымирающий и крайне редкий вид. Эти хищники живут стаями, в которых насчитывается до 15 особей. Во время охоты они загоняют свою добычу, пока та не выбивается из сил, а затем убивают ее всей стаей, прямо как гиеновидные собаки. Субтитры создавал DimaTorzok Все знают Шерхана, тигра из книги джунглей Киплинга. Действие, которое происходило в провинции Матхиапрадеш. Здесь обитают последние индийские тигры и последние в мире представители этого конкретного вида. Тигр является олицетворением трагической истории природы. С незапамятных времен эта могучая кошка являлась символом силы и власти, причем не только в Индии. Могущественных лидеров за их смелость и силу часто сравнивали с тиграми. В настоящее время в Индии обитает около 1700 тигров. Когда-то их здесь были сотни тысяч, но в результате охотничьих экспедиций Махараджи и колонистов эти животные сто лет назад оказались под угрозой исчезновения. Дальнейшее уменьшение численности тигров было связано с уничтожением их следы обитания, урбанизацией джунглей и их столкновениями с человеком. Даже здесь, между тиграми и растущей человеческой популяцией, идет жесткая конкуренция за среду обитания. Тигры 21 века живут в охранных зонах. Они питаются крупными парнокопытными, а их жажда движения ограничивается забором заповедника, призванного защитить тигров от их главных врагов – нас. В своих ареалах хищники являются важными регуляторами численности аксисов и животных схожего размера. Тигры, которые могут весить от 250 килограммов, ведут одиночный образ жизни и встречаются лишь в период спаривания. Детенышей воспитывает самка, а самец уходит. Несмотря на защитные меры индийского правительства, ученые опасаются, что в перспективе шансы тигров на выживание крайне малы. Скептики даже считают, что последний тигр умрет в ближайшие полвека. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, в будущем среда обитания тигра будет сокращаться. Во-вторых, популяция тигров сократилась до размеров, при которых избежать инцеста между животными уже невозможно. Правительство Индии совместно с Всемирным фондом дикой природы делает все, чтобы это предотвратить, но популяция тигров все равно растет очень медленно. К сожалению, человечество может лишиться этого удивительного чудо природы, самой большой в мире дикой кошки. Далее мы отправляемся в совершенно другие джунгли, в Коста-Рику. Заповедник Гуанакасте, площадью около сотни тысяч гектаров, протянулся от Тихоокеанского побережья через горы высотой до двух километров, до низин, близ Карибского моря. Здесь, на побережье, растут мангровые леса, а дальше от берега знаменитые туманные леса. Этот регион Земли отвечает за глобальный климат, ведь здесь обновляются зеленые легкие планеты. Около 230 тысяч видов флоры и фауны прекрасно себя чувствуют в этой крайне многообразной среде. Говорят, что здесь, в ревгорьях, поросших тропическим лесом, можно увидеть по-настоящему девственную природу. Мы движемся от побережья вдоль реки и встречаем группу крокодилов, дремлющих на берегу. Эти доисторические животные распространены в тропических регионах по всему свету. Они предпочитают находиться в пресной воде, вблизи берегов, но солоноватая вода их также устраивает. Мангровые леса состоят из деревьев, пальм и кустарников, растущих в субтропических приливных зонах в районе экватора и являются одной из самых продуктивных экосистем планеты. У соленой реки множество крупных и мелких животных обитают в своей естественной среде, вдали от людей и цивилизаций. В листве дерева мы замечаем еще одну гостю из доисторической эпохи. Игуана дремлет, не обращая на нас никакого внимания. В мангробом лесу Гуанакасте обитает самая большая популяция игуан после той, что живет на Глопогосских островах. Эти ящерицы могут достигать двух метров в длину, причем хвост зачастую длиннее остального тела. Головы игуан часто бывают украшены чешуйчатыми гребнями, причем у самцов они больше, чем у самок. Эти гребни играют важную роль во время ухаживания и поединков с соперниками. На спине чешуйки, как правило, мелкие, а на животе крупные, но расположенные неравномерно. Молодые игуаны питаются насекомыми и другими беспозвоночными, ну а взрослые, особенно те, что покрупнее, предпочитают растительную пищу. Судя по ископаемым находкам, игуаны обитали на Земле уже в меловой период, 55 миллионов лет назад. Так что, наряду с крокодилами, они являются старейшими наземными существами Земли. Мы продолжаем наше путешествие. Мангровый лес становится все гуще, и его листва пропускает все меньше света. На верхушках деревьев обитают отлично замаскированные капуцины. Они живут группами, насчитывающими от 8 до 30 животных. Группа состоит из нескольких самцов, самок и их общего потомства. После отлучения от груди, детеныши-самки обычно остаются в родной группе. На макушке у капуцинов темная шапочка из меха. Остальной мех на мордочке белый. У пожилых животных на лбу может образовываться нечто вроде ежика. Мех на голове обезьянок своим цветом и узором напоминает капюшон монаха-капуцина. Капуцины обитают на деревьях, а рацион их состоит из фруктов, насекомых, растений, мелких беспозвоночных и зерна. По соседству на высоких ветвях расположилась группа ара. Эти красочные попугаи довольно шумные соседи, которых непросто перекричать. Но тукану здесь вполне комфортно. Его особенностью является клюв, с помощью которого птица регулирует температуру тела. Благодаря биологическому разнообразию и влажному теплому климату, эта среда является идеальной для древесной змеи. Это одна из самых распространенных змей в пограничной зоне между мангревыми и тропическими лесами. Но давайте посмотрим на землю, где трубятся колонии муравьев-листорезов. Удивительно, как эти крошечные существа переносят с деревьев на землю целые листья. Наблюдая за муравьями, мы замечаем четырехметрового удава. И хотя это животное зачаровывает нас своей красотой, мы держимся от него на безопасном расстоянии. Удав активен в сумерках и по ночам. Днем он прячется в пещерах, полых деревьях и других укрытиях, лишь изредка выползая погреться на солнце. Удав использует два основных метода охоты. Он либо следует на запах жертвы, либо ждет подходящего момента для атаки. Когда добыча оказывается достаточно близко, он совершает молниеносный бросок и душит жертву. По словам индейцев, бывали даже случаи, когда удавы глотали маленьких детей. Пока эти факты не подтверждены, но известно, что удавы способны проглатывать животных в несколько раз превосходящих их по размеру. Мы решаем больше не беспокоить животное и отправляемся дальше. Идеально замаскированная зеленая древесная змея караулит добычу в листве мангров. Это животное считается одним из самых опасных обитателей мангровых лесов Коста-Рики. Мы достигли верхних этажей мангрового леса Гуанакасте и теперь входим в туманный лес. Здесь мы видим еще одну характерную особенность этого региона. Кратеры действующих вулканов посреди туманного леса. Поднявшись к одному из них, мы оказываемся в дыму, поднимающемся из преисподней. Вид, открывающийся с холма, поистине завораживает. Когда находишься здесь, возникает ощущение, что этот мир только что был создан творцом. Теперь мы понимаем, почему девственные леса в районе экватора называют зелеными легкими земли. Здесь ощущаешь дыхание леса и начинаешь понимать, в чем заключается великий план природы. В лесу мы встречаем ленивца. Эти животные почти всю свою жизнь проводят, вися на ветках. Изогнутые когти выполняют функцию зацепов. Ленивцы питаются почти исключительно листьями. Так что если уничтожение лесов продолжится, то скоро этот ленивец не сможет лазать по деревьям и ветвям. Поскольку их здесь просто не будет. И этот живописный водопад также не будет орошать зеленые райы гуанакасты. Если хотя бы одна шестеренка великого механизма природы исчезнет, то вся система попросту выйдет из строя. Это чудо природы, зеленые легкие нашей планеты, находится под серьезной угрозой. Но уникальный заповедник, где обитает множество животных, например, эти лягушки, давно положили глаз представителей лесной промышленности. Джонголь на окраинах заповедника медленно, но верно вырубается, что оставляет глубокие шрамы на биосистеме. Если уничтожение тропических лесов продолжится, то скоро подобные виды можно будет увидеть лишь на картинках. Когда наш мир больше не сможет дышать, он станет совсем другим. Этого нельзя допустить. Это удивительное чудо природы, очаровавшее нас своим ярким многообразием, обязательно следует сохранить. Далее мы отправляемся на юг, в Патагонию, известную как земля Исполина. Здесь характер климата задает холодное перуанское течение. Ледяные полярные ветра свободно веют над бескрайними равнинами. В 1999 году полуостров Вальдес был объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного природного наследия. На севере полуострова площадью 3625 километров находится единственная в Южной Америке колония морских слонов. Своим названием крупнейшие тюлени планеты обязаны большому хоботу, наподобие слоновьям, которые есть у самцов. Животные расположились группами на пляже под защитой высокой песчаной дюны и наслаждаются сном. Около 8 тысяч морских слонов, 500 из которых альфа-самцы, проводят лето в Южном полушарии на пляже полуострова Вальдес, где они спариваются и рожают потомство. Молодых животных легко отличить по их темному меху. Они уже отлучены от груди, но не хотят мириться с тем, что молочная кухня для них закрыта. Им пора знакомиться с серьезной стороной жизни, совершенствовать искусство сна, охоты и самостоятельного питания. Залив Гольфа-Нуэва уходит далеко вглубь материка, поэтому воды близ полуострова Вальдес защищены от холодного гольф-стрима. Температура воды здесь на несколько градусов выше, чем в открытом море. Это место официально считается питомником гладких китов. Около полутора тысяч гладких китов, большинство из которых самки, проводят весну и лето в этой лагуне, спариваясь и рожая ветерышей. В середине октября сюда приплывают самцы и присоединяются к огромной группе самок. Наблюдать за этими добрыми гигантами со столь близкого расстояния – это нечто невероятное. Животные часто охотятся у поверхности. Широко раскрыв пасти, эти гиганты рассекают волны, отфильтровывая воду и ежедневно поглощая до двух тонн пищи. Самцы используют борцовские приемы, чтобы оттолкнуть своих соперников от самок. Во время спаривания тела китов перегреваются, несмотря на холодную воду. Животные охлаждают кровоток на несколько дней, выставляя из воды хвостовые плавники. И это помогает, поскольку это единственная часть тела, незащищенная сантиметровым слоем жира и кожи. Более полутора веков назад Чарльз Дарвин прибыл сюда на своем корабле «Библь». Капитан судно, Пицц Рой, написал в бортовом журнале «После встречи с молчаливыми гигантами морей возвращаешься домой другим человеком». Сегодня эти слова так же актуальны, как и тогда. Мы провели целый день, наблюдая за животными, и в награду получили красивейший закат. Субтитры создавал DimaTorzok В Патагонии обитают и пингвины, которых можно встретить на любом побережье этого гигантского региона. Дарвин посетил колонию хохлаток пингвинов у берегов Риадесадо и написал о них в своей книге «Хохлатые пингвины. Широко распространенный век». В 2005 году их мировая популяция оценивалась в 3 миллиона 700 тысяч особей. Сегодня на острове обитает около 20 тысяч пингвинов с симпатичными хохолками. Как всегда, в тесноте и постоянной борьбе за лучшие места гнездования, ведь сейчас брачный сезон. Пингвины выражают свои намерения открыто и всеми доступными способами. Используя клюв и когти, они дерутся до тех пор, пока один не сдается и не уходит. Если самец подходит к чужому гнезду, хозяин дает понять, что будет до последнего защищать свою территорию. В таких случаях нарушителю лучше ретироваться. По пути с Риа-де-Сеадо мы проплываем мимо колоний морских львов, такой же, как и в Южной Африке. В данный момент здесь обитают тысячи животных. Здешние самцы также ревностно защищают свои гаремы. Но молодых животных их бравада не впечатляет. Некоторые из них играют на краю скалы и прыгают в воду, а другие дремлют под утренним солнцем, даже если рядом идет борьба за территорию. До конца прошлого века патагонских морских львов безжалостно истребляли. Миллионная популяция южного полушария была почти полностью уничтожена. Но в наши дни она, к счастью, постепенно восстанавливается. Когда мы возвращаемся на материк, ветер усиливается и собирается шторм. Кабо-дос-Бахиас выступает в море на 30 километров. На обдуваемых ветрами камнях закрепилась буйная растительность. Мы встречаем здесь гуанако. Эти животные считаются предками лам и альпак, хотя окончательно это не доказано. На равнинах Патагонии обитает больше гуанако, чем где-либо еще в Южной Америке. Обычно они живут небольшими стадами до 15 особей. Гуанако часто делят среду обитания с другими животными. Здесь, на Кабо-дос-Бахиас, они делят ее с магеллановыми пингвинами. В этой колонии около 30 тысяч птиц. Эти пингвины были названы магеллановыми, поскольку они часто присутствуют на побережье Теры-магелланики. Это очень общительные птицы. Они живут близко друг к другу, особенно в сезон спаривания. Для гнезд они вырывают небольшие ямки и выкладывают их чем-нибудь мягким. Хотя это что-нибудь еще нужно найти, а это занятие не из легких. Магеллановы пингвины с большой нежностью относятся к своим партнерам. Их часто можно увидеть устроившимися рядом под теплыми лучами солнца и чистящими друг другу перышки. Период спаривания длится около 40 дней. В это время хищники, например скунцы, пытаются украсть яйца из гнезд. Вот, два поморника нашли добычу в брошенном гнезде. Но следующее гнездо охраняется. Угрожающим жестом мама пингвин предупреждает птиц, чтобы не приближались. Дарвинов Нанду – редкий гость в колонии. Он разгуливает по ней с гордой величавостью короля, но в то же время держится на порядочном расстоянии от гнезд. Пингвины узнают друг друга по голосу. У каждого животного есть свой собственный характерный звук, который оно издает, чтобы партнер смог его найти. Отношения пингвинов, как правило, длятся очень долго. На пляже сразу становится видно, какая среда лучше подходит пингвинам. По суше они перемещаются милой походкой Чарли Чаплина. Но в воде они ловки и подвижны. Мы достигли самой южной точки нашего путешествия. Мы установили взаимосвязи между чудесами природы, последствиями геологической активности, океаническими течениями и климатическими зонами. В завершение хотелось бы поподробнее поговорить о происхождении нашей планеты. Для этого мы перенесемся туда, где это можно показать максимально наглядно. Гавайи – самый отдаленный и густонаселенный остров планеты. Он расположен посреди Тихого океана, в 3850 километрах от Калифорнии и в 6195 километрах от Японии. Все гавайские острова вулканического происхождения. Ниткой жемчуга они протянулись посреди Тихого океана. На данный момент здесь известно более 90 вулканов, но их может быть гораздо больше. Эти острова рождены из огня и воды, созданы бесконечной энергией, дремлющей, скрытой в недрах Земли. Энергии, способные внезапно вырваться на поверхность, извергая к небесам раскаленную магну. На Гавайях вулканические процессы развивались не так, как в других регионах. Не в континентальной периферийной зоне, где сталкиваются отдельные земные пласты, а в центре огромной Тихоокеанской плиты. Она движется над особенно горячей точкой, через которую из глубин планеты выходит невероятный жар, прожигающий земную кору словно пламя паяльной лампой. Из-за этой горячей точки произошла перфорация Тихоокеанской плиты. Вот так по сей день и возникают вулканы, доставляющие к земной поверхности гигантские объемы магмы. Только здесь можно оказаться настолько близко к истокам нашей планеты. Что же касается природы, то даже здесь, буквально на крышке котла с магмой, есть растительность. Эти кусты идеально приспособились к местным условиям. Они растут так близко к раскаленной лаве, насколько это только возможно. Вскоре после того, как лава застывает, она трескается из-за невероятной силы натяжения внутри вулкана. Через некоторое время в трещинах появляются первые растения. Если в течение нескольких лет извержений не происходят, склоны кратеров становятся зелеными. Горячие потоки лавы стекают в море и невероятно быстро затвердевают. Посреди этого средоточия великих стихий находится радужный водопад. Своим названием он обязан радуге, которая часто появляется у его подножия. Воды реки Уайбуку обрушиваются с полукруглой скалы в широкий бассейн, по бокам которого растут тропические растения невероятных размеров, в том числе дикий аронник. Наверное, это и есть земной рай. В густых джунглях Гавайев можно встретить множество редких растений и цветов. Не зря ведь эти острова называют Божьей аптекой. Местные жители были настоящими мастерами траволечения. Это искусство передавалось из уст в уста. Из поколения в поколение. Однако сейчас оно практически забыто. Хали-Мау-Мау – крупнейший кратер Гавайев. Его размеры 700 на 900 метров. Кратер расположен рядом с самым большим действующим вулканом планеты, и в нем находится лавовое озеро глубиной 150 метров. Несмотря на неблагоприятные условия, здесь также имеется растительность. Ничто, даже постоянные пожары, не может помешать зарождению жизни. Этот природный спектакль олицетворяет процесс разрушения и созидания, который при всей его примитивности невозможно остановить. Жар от камней, запах дыма и серы смешиваются с ароматом растений, ароматом, подобного которому вы не встретите больше нигде в мире. Жар от камней, запах дыма и серы смешиваются с ароматом растений. Когда магма у побережья остывает, образуются так называемые лавовые трубы. Внутри ток лавы остается неизменным, а внешняя оболочка продолжает охлаждаться. Так и формируются туннели, по которым лава может течь беспрепятственно. Внешние слои затвердевшей лавы создают уникальную среду обитания для подводных существ. Белоперая кабуба имеет сплющенное с боков тело, благодаря чему она может прятаться от хищников в узких щелях и трещинах. В этих пещерах ощущается что-то мистическое, особенно когда думаешь о том, что некогда по ним текла раскаленная лава, а теперь здесь снова кипит жизнь. Акулы лишь отдыхают в этих туннелях, а другие рыбы проводят в них всю свою жизнь. Гигантский карангс является на Гавайях крайне популярным блюдом. Это невероятно сильная рыба, поскольку ее плечи и туловище окружены массивными мускулами. Они выполняют функцию весел, а также усиливают грудные и хвостовые плавники. Через туннели к поверхности моря в лесостровов поступает вода, богатая питательными веществами. Большая зеленая черепаха грациозно плавает на мелководье у рифа. Зеленая черепаха является одной из самых известных представительниц семейства морские черепахи. Этот подарок был послушен с равным средствами на фонусе и на фонусе и на фонусе и на фонусе и на фонусе. Название ее связано с цветом панциря, верхняя часть которого в основном имеет коричневатый оттенок, с зелеными или темно-коричневыми вкраплениями. Зеленые черепахи водятся во всех тропических и субтропических океанах, а также в Средиземном море. Эта океанская охотница – редкое гостье в гавайских водах. Тигровая акула питается морскими черепахами, птицами и рыбой, в том числе и другими акулами. Она совсем не привередлива и ест все, что оказывается в пределах досягаемости. Мы медленно поднимаемся на поверхность. Нам предстоит долгий путь вдоль побережья к месту следующего погружения, и мы не хотим опоздать, поскольку лишь ночью в водах близ Гавайев можно увидеть уникальный природный спектакль. Залив Кона. Ночью здесь можно встретить скатов манты. Несмотря на свою странную внешность, это сравнительно мирные животные. Ночью они приплывают сюда охотиться. Да, это зрелище определенно не для впечатлительных и слабонервных. Тот, кто хоть раз заглядывал в пасть ската, навсегда запомнит это ощущение. Следующий пункт нашего путешествия — Национальный парк Йеллоустол. Здесь, в результате вулканической и термальной активности, также возникла среда, к которой растения и животные вынуждены адаптироваться. В 1872 году здесь был основан первый в мире Национальный парк. Зона у реки Йеллоустол считается единственной экосистемой северного полушария, сохранившейся в первозданном виде. Это земля контрастов, где можно своими глазами увидеть, как зарождалась наша земля. Ручьи и реки испускают пар под утренним солнцем. Именно в такие моменты становится понятно, что делает это место настолько особенным. Гейзеры выбрасывают в воздух горячую воду. Масштабы этого потрясающего пейзажа поистине завораживают, а невероятная мощь спящего подземного вулкана делает его по-настоящему уникальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это тот образ, который большинство людей ассоциируется с Национальным парком Йеллоустол. Большой призматический источник. С воздуха он напоминает глаз. В зависимости от температуры источника, в нем образуются микроорганизмы разных цветов, сверкающих под лучами солнца. Под парком находится гигантский пузырь магмы, который является причиной вот этого природного феномена. Гейзер «Верный старик» выбрасывает в небо водяной фонтан высотой 40 метров. Повсюду, куда ни кинь взгляд, парабы и столбы гейзеров. В реку Йеллоустон впадают небольшие теплые ручьи. В этом пейзаже есть что-то мистическое, что-то поистине доисторическое. Срединный бассейн также является идеальной средой для многочисленных животных. Недалеко от горячих источников и одновременно рядом с верхним бассейном национального парка Йеллоустон обитают крупнейшие млекопитающие американского континента – бизоны. Они требуют к себе уважения, и учитывая их массу, требование это легко выполнимо. Самец бизона может весить до тысячи килограммов, а самка – до шестисот. Бизоны являлись главным источником пищи для американских индейцев, но те убивали ровно столько животных, сколько им требовалось. С приездом европейских поселенцев ситуация резко изменилась. Они безжалостно истребляли бизонов, что поставило животных на грань исчезновения. В парке Йеллоустон последние крупные стадо бизонов живет под строгой охраной. Популяция медленно восстанавливается, но она никогда не достигнет тех размеров, что были зафиксированы в Северной Америке чуть более века назад. Для черных медведей в парке также созданы идеальные условия, поэтому их популяция велика. Согласно последним подсчетам, их здесь обитает от пятисот до шестисот пятидесяти. У черного медведя мощный круп и сильные конечности с пятью крепкими когтями, с помощью которых они рвут добычу, роют землю и взбираются на деревья. У него маленький, как у всех медведей, хвост и крупная голова с вытянутой безволосой мордой, маленькими глазками и круглыми стоячими ушами. Этот медведь охотится на речном берегу, ведь лосось таймень является деликатесом не только для рыболовов, но и для косолапых. Медведь бродит по коленам в воде, но сегодня ему не везет. В 1872 году, когда был основан парк, здесь жило 45 волчьих стай, всего около 325 особей. Несмотря на строжайшие мирозащиты, к 1978 году все волки были истреблены. Проведенное годами ранее исследование показало, что волки играют важную роль в поддержании баланса в Йеллоустоуне. Но долгое время это оставалось недоказанным. Лишь в 1995 году в Йеллоустоун был завезен 31 канадский серый волк. Животные были взяты под защиту, и сейчас в парке обитают 325 волков, что совсем немало. Их вклад в поддержание экологического баланса уже не подвергается сомнению. Долина Гейден располагается на плато. Глядя на эти зеленые леса, трудно поверить, что средняя высота здесь составляет 2400 метров. Миллионы лет река вырезала свое русло в твердом камне и продолжает делать это со скоростью 2 сантиметра в год. И это поразительно, поскольку базальт – чрезвычайно твердый камень, разрушить который может лишь невероятно мощная сила. Река обрушивается водопадом с высоты 32 метров. Здесь она снова набирает скорость и превращается в ревущий поток со множеством быстрин, завораживающий прощальный спектакль. Мы переносимся на тысячу километров к Гранд-каньону. Возможно, в мире есть каньоны больше, уже или глубже. Но ни один из них не способен внушать такого восторга и припята, как Гранд-каньон. Когда стоишь на краю этого гигантского ущелья, возникает ощущение, что ты перенесся на Марс, поскольку это абсолютно неземной пейзаж. Здесь сразу становится понятно, почему примитивные расы тысячелетиями поклонялись чудесам природы. Если посмотреть на реку Колорадо с воздуха, то она как бы вгрызается в Гранд-каньон. Но даже отсюда видно, что река размыла слои породы различных эпох. Вот это песчаник Кайбан, а у края каньона можно легко узнать красный Коконину. Внезапно ты видишь всю картину в совершенно ином свете. Твои глаза и рот широко раскрываются, и ты поражаешься красоте этого памятника сотворению Земли. В Гранд-каньоне даже закоренелые скептики осознают, что это чудо природы переживет человечество. Река Колорадо течет через Гранд-каньон на протяжении 1600 километров. Преодолев 2400 километров, она впадает в Мексиканский залив. В мраморном каньоне река размыла песчаник Кайбаб и добралась до песчаника Тороуилл. Оба слоя породы крайне твердые, поэтому Колорадо имеет практически вертикальные берега. Ежесекундно через русло реки Колорадо протекает 8,5 миллионов литров воды. Река также является безусловным чемпионом мира по транспортировке. Каждый день Колорадо перемещает 27 миллионов тонн ила. Чтобы перевести такой объем по суше, понадобилось бы 2,7 миллиона грузовиков грузоподъемностью в 10 тонн. У Колорадо очень много притоков. Бассейн реки имеет площадь 703 тысячи квадратных километров, что в три раза больше площади Англии. И во многом это заслуга луговых собачек. Роя свои подземные туннели, они не только дают другим обитателям прерий, вроде змеясов, кров и места для гнездования, но и разрыхляют твердую почву. А совсем неподалеку, буквально на соседней скале, живут снежные бараны. Они отличные скалолазы и обычно обитают на крутых склонах южного края каньона. В Гранд-Каньоне можно встретить формации вулканической породы и скальные отложения возрастом около 700 миллионов лет, относящиеся к старейшей геологической эпохе, до Кембрии. Многообразие природы Гранд-Каньона является следствием высотных и климатических перепадов. В каньоне пять зон растительности. Река и прибрежная зона. Пустынная зона внутри каньона. Плато. Южный край, где растут желтые сосны, и северный край, где расположен еловый лес. Побывав в Гранд-Каньоне, можно получить полное представление о геологической истории и эволюции Земли. Поднявшись на высоту двух с половиной километров, можно сосчитать геологические эпохи, как кольца на среде дерева. Мы познакомились с самыми красивыми чудесами природы и выяснили причины их появления и существования. Однако в следующем пункте нашего путешествия, на Маршаловых островах, мы познакомимся с противоположным явлением. Страшные агонии разрушения, вызванные человеком. Словосочетание «Тихий океан» обычно ассоциируется у нас с живописными атоллами, коралловыми рифами, пляжами, чистой водой, солнцем и весельем. Однако Маршаловые острова стали местом одного из страшнейших экологических преступлений человечества. Радиоактивного заражения всеостромной группы. Бикини, атолл в северной части островов. Летом 1946 года США взорвали здесь Эйбл, первую бомбу в серии ядерных испытаний. В тротиловом эквиваленте ее вес составлял 23 тысячи тонн, а по силе взрыва она вдвое превосходила бомбу, сброшенную на Хиросиму. И это было лишь началом военной операции США под кодовым названием «Перекресток». Атолл Бикини и близлежащие острова на многие десятилетия были заражены радиацией, как над, так и под водой, и стали непригодными для проживания. Размеры бомб можно оценить по этим обломкам. Диаметр стабилизатора равен росту взрослого человека. Американцы пригнали сюда целый флот, включающий в себя подлодки, фрегаты и военные корабли, чтобы изучить на них последствия атомного взрыва. В эту флотилию входили выведенные из эксплуатации американские суда и трофейные корабли периода Второй мировой войны. Ни одно из судов не уцелело после испытаний. Палубы были проломлены, корпусы деформированы. Трудно даже представить, как эта разрушительная сила повлияла на подводный мир. Рифы были уничтожены, и бесчетное число животных погибло либо мгновенно, либо в результате последствий взрыва. Сегодня здесь снова можно нырять с аквалангом и даже совершать короткие прогулки по острову. Однако его повторное заселение – дело далекого будущего. Тем не менее, спустя 60 лет природа постепенно отвоевывает свои позиции. Остовы кораблей, густо облепленные кораллами и моллюсками, стали домом для многочисленных животных. Вот эти обломки, поросшие кораллами, даже чем-то напоминают замок спящей красавицы. Растительность здесь непроходимая и шутковатая. Многообразие видов флагуни просто поражает. Здесь представлена вся пищевая цепочка, от микроорганизмов до крупных хищников. Даже в непосредственной близости от обломков призрачной флотилии природа активно возвращает утраченные позиции. Согласно измерениям, уровень радиоактивности здесь ниже критического, и на дне лагуны следов радиации осталось очень мало. Хотя мы находимся на месте самого страшного экологического преступления, когда-либо совершенного человечеством, природа, судя по всему, неплохо умеет восстанавливаться. Обломки, некогда облученные огромными дозами радиации, за 60 лет превратились в риф. Так природа осуществляет свои права и меняет все, что находится в сфере ее влияния. Это внушает нам надежду. Давайте минутку полюбуемся удивительным подводным миром и призрачной флотилией Аттолобикини. Пусть эта красота проникнет в наши души и сердца. Человечество все сильнее влияет на глобальный баланс всех экологических процессов. Изменение климата, загрязнение океанов пластмассой и химическими отходами, создает для природы все более серьезные проблемы. В будущем она уже не сможет самостоятельно залечивать свои раны. Полярные ледники тают, и все больше животных оказывается под угрозой исчезновения. Древнее буддийское пророчество гласит, сначала умрет природа, а затем человек. Мы не должны этого допустить. Наше путешествие подходит к концу, так что пришло время подвести итоги. Мы познакомились с потрясающими чудесами природы, изучили предпосылки и условия их появления. Явления, вызываемые океаническими течениями, и геологические процессы действуют совместно, влияя друг на друга, и с помощью таких феноменов, как Апвелленд, создают идеальные условия для возникновения богатой и многообразной природной среды. Экваториальные растительные зоны охватывают всю нашу планету. Эти зеленые легкие создают сбалансированный глобальный климат. Без этой уникальной комбинации жизнь на Земле была бы невозможна, поэтому мы обязаны сохранить ее ради будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 2-3 километра, 2-3 дня. Я хочу, я на послезавтра в сауну заказал, в 4 часа. А, вообще, просите, мне тут не приоплотить баню? Нет, странно, я тут какой-то банщик такой. А там на месте? Да, на месте. Перевод, ну или так, шестикарей отдал будет. Я хочу на завтра перейти, сейчас я ему позвоню, скажу, у тебя на завтра. Завтра до 4 дня. Да, есть у него нет. Да? Ну, кто его знает, он ленивый вообще, очень. До этого был Гриша, хороший. У него и бассейн чистый, все нормально, всегда. У нас там бассейн большой, полуэлектрички. Да, пошире. И теплый, с подогревом. А здесь, на Минске, на хозяйке звонить, чтобы они на долговременность, чтобы они подогрев включили, подогреели, короче, вообще иначе. Наташа говорит, мне неудобно, говорит, если мы напаримся, а там накупаемся, на средний день себя хреново чувствуешь все равно, короче, расслабиться. Надо день отдыхать после самого актива. Вон, я тут сейчас подошел с ним. Где мы? Вон. Время круглая. Да. А я постоянно вот так протеряю. Он где-нибудь звонил? Поддай документы. Нет, он не знает. Ну и хорошо. Он не звонит. Он не висит в колючей, но он наоборот сошли. Дениска. А это полиция сейчас. Ух. Ну, я потом в земляном он в один круг работает. На работу подошел, там станции 10-15 в ходьбе. Нанали кандал. Домашь нога коридат. Не, нормально коридат. У меня Настя всегда звонит, но он в видеоконференцию там устроили. Просто. Они быстро поехали. Короче, у нас вчера день рождения, и у Жана, ну, в ужинах. У племянницы его тоже, четыре года по-моему девчонки, тоже короче день рождения, девятнадцать У меня пружин Пьера, второго марта день рождения, тут тоже поздравлять надо успевать У тебя третий Чего третьего? Марта У тебя? Да У меня вот есть девятого, у меня тридцать первого Нашего первого президента, который вымер в 19 апреля Уммм Там еще ничего ему не снесли по-моему Снесли Снесли, да? Ну скоро на место портальный планов Летет по-новому А мне чего сегодня предложили колен? Там еще что-то Коленную? Ну давай Не знаю, я не пойду Коленную чью Кота тебе придет Кота подарили Девушка? Ну у нас фигура У нас фигура У нас фигура У нас фигура А че, возьми-ка шага Попастись Иди сюда, все убьют За ними надо ухаживать Да Копыкатка прикольная Комык Но они тормозят Их надо потом или друзьям отдавать, или куда-то поедем Там их перейдешь Ну надо Лишний вопрос Да Лишний вопрос Или с тобой брать Как делать? У меня в месяц надо У нас не надо Угнать На мышке Как-то скинуть Все Неделю поиграл Мы как рыбу Мы что-то наделаем Девочки Угу Кошка Убирай Занимай У нас проблема Знаешь? Это класс Убирай 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 Стоит Что-то там Короче Как называется Они их скрещивают И Даши Как щенку угла Даша по 100 По 100 000 показывает 500 000 Ну нет Рубля М-м-м Что тысяча евро? Тысяча евро. Ну там тысяча двести где-то, тысяча стоят. А вон там дуб производитель. А чмого такого? На салфетку в туалет. Не-не-не-не. Остарован. Двины заприваются. Следующая остановка виновая. The X-Stations. Я могу. На моих отправить все. Да. Так же, что-то не подошла. Ты не не должен. Ну, не, что-то не потеснику сказать. Где-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Где-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Спасибо. Блять не уродно. Ну, может нету на карте денег. Так и бывает. Потом по Макарову тоже. А там три степичные. Три степичные. Три степичные. Три степичные. Он не террорист? Проезд. Наживаются поезда. И на рецептах и перчатках запрещен. Благодарим за внимание. Поехали. А что, близнецы строят? А еще третий, наверное, отец Маш. Сберок? А я сказал, где-то правда. Нет, вон Новый Мишечка. Девчонки. Попробуем. 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 Вчера Машу билю. Да он у них вообще капитал. У него из них и наши не нужны. Его коллегка нам сразу сдавала. У них тоже как жмель. У него, я так пойму, он откатывает коллегку это его с Kakino. А если бы ты его своих им отдаваешь. Как наasa. Как отдавать? Продавать, ну тогда отдавать. Ну надо обыкает. Да чё это у нас обыкает? Пол-центр сидит и звонит. А Игорь может чуть-чуть как говорит? Валерий говорит сейчас. Он с Валерой, да? Он с Валерой, да? Он как и тварь выпьет. И рост его. Валерий как кость в горле был, да? Да. Машину купил, я что-то купил. Но была и машина. Лёха тут тоже, он заден, у него тоже хорошая тачка была. Я что-то видел. Но он ушел потом к Номару. Он тоже разочаровался. Он говорит, что там радует, у Номару не было такого. Любинчики находятся. Федер, Любинчик. Но он влепил, засидит, говорит. Сейчас все изменится. Ну и ладно, путь на ипотеке сидят. Я ничего не говорю. Я не знаю, там хорошо или плохо еще. В месяц покажут. Валер вчера зашел. Валерий, Алексей, ты прав, говорит. Взяли, говорит. Январь-февраль, короче, два месяца от квартала оторвали. По старой схеме работали. А март начинаем по новой схеме. Как квартал закрывать? Мы не знаем, что это новая схема, да? Январь-февраль. Квартал бы закрыли, и потом бы уже перешли, там, апрель-май. Они хотят, они за этот пилот, помню, я с Наташей же, они же не конкретничают. Вот я, Наталья Серега, они с ними любят. Ну, я им говорю, это, мы же, я бы тебе построили. За пилот, они уже миллионы берут. Пилот на троехать. Мало того, чтобы. Квартовку берут, но за это еще несколько лям. Попрошу, не прошу. Посмотрим. Я тебе говорил уже, когда я пришла, он донышко, я там, видел меня постоянно, и меня попрошу, как вы входи из Украины? Как вы входи из Украины? Я говорю, вот, чего ты сейчас? Либо, говорю, ждал, что пройдет, в Белкан все здесь. А так вот, 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 вездеходы, все эти этажки, там, говорят, смотри, что ты где пьешь, да? А так вот, 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 после этого, после этого, надо вездеходы купить, никто не за все еще купит. А для этого разве вездеходы, они здесь купили? Ну, их надо каждый год, этот, перепрограммировать, потом, когда, мягком идут по 200 рублей, вездеходы, мы стали, вездеходы покупать, а потом, мягкий язык ко мне прибежал, у меня видосы, у меня есть еще, в Китае я, откуда водю, тогда, перепрограммировать, поэтому мне больше, чем у вас, у меня свои четыре, я откуда стыкну, вездеходы, и работаю. Китая, Уoco. Китая не забыли, заходы, вездеходыbad купить, вездеходы, ну, как Fazer? У оки, бывают все гиганты, китая, вездеходы, вездеходы, наедушники, вездеходы, вездеходы, иди поработать, не понимаешь, всем, а он мне это рассказывает, а меня это, Валера Владухенко Валер никогда не забывал это записываться в головах Я Макару говорю, Макар, привет, напомни-ка Валерию Он говорит, зачем мне такие трудности? Ну, за вчерашний день Да, приехали Я только живу, короче, ни разу на беговой не был, да На скачках, да Надо сходить на скачках, посмотреть, по телевизору Смотреть, и смогу не ходить Да, привет Здесь такая макия была Закеев убивали, коней травили, короче Переделали, книга нам написана про этот день А потом, я говорил, что вот туда муку, Горь, понимаешь Ну, мы еще в пик, может, будем доехать, Горь Но мы твоих коллегам, ну, буквы загрязываем, поем Просто ходили в кофе на Голландию В воскресенье, Горь, это вечер, так Мы на работу в гостополаде Ну, в воскресенье вечером И говорю, вот, значит, я за воскресенье работаю, закон-то есть? Нет Ну, я ему рассказывал, нам двух бокалек, например, Денисов, в гостополаде Мы с такой не говорим Я на воскресенье работаю, в воскресенье, кстати, на работу И я сам заинтересован Он нечистит, потому что это смешно Ну, и в комплекте, потому что, на момент, я иди Белорусский вокзал, в Белорусский вокзал В Белорусский вокзал Ну, потом Я даже подумал, что В понедельник поймаю, когда мы не ездили Ну, после выхода, он еще к работе не будет, пришли домой, говорят А вот, начиная с апреля, когда уже начинается, ну, в часик, там В воскресенье апреля Мы так уже ехали, вот так Многие тут записываются Ну нормально организации в Москве работают по четверку Нормально организации В понедельник, по четверку Опять Ну и время все всё поймали Ну и как, ну, обычно, ладно Летто нам, мне говорит... Наверное, нахрен. Финансы, они говорят, нет. Я езжу. По контакту, ну, 5-10% может быть, нахрен. Вот, наверное, 90 селеков. На даче, на даче. Я никогда на фактически сферах не выезжал. Я вас бы смотрел, по паспортному делу езжал. У меня редко было. Я с полуезду по паспортному делу. Здесь, наверное, 5%, грубо 10, квартиру продал. Я не знаю. Знаю. Так, возьму полуезду. Я не знаю, что там. Все. Или живет в парком месте. Мы знаем, что у жены живет в мире. А я уже не кот. Ну, я не знаю. А все, разумеется. Почему мы пришли? Почему это не было тогда? И начали субботу. Ай, если не надо. Сказать, что хотят тут делать? Да. Короче, тут праздники на нас. Молодые кормить. Уже в школу. Вот здесь мы по 말�уры. В полуезdy нужноήσим. По ком Sr20 выгодно по Сибири, Уходными кормятся парш components. Уходными кормятся парш Weisería. Уходами то, конечно, при это. Продолжение следует... 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 Здравствуйте! 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 Продолжение следует... 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 Никто не знает какой-то и наверно я ползал О бля! Оу, шит! It happens again! Сука, куда они шины дели? Умят, блядь! Потому что как мы здесь шину хуяем? Да ты ебаная шлюха, я щас опять упаду Какой склон, блядь, сам-то склон Не, тут-то снега меньше Дерево опять убили Сука! Чё, блядь, смотри нахуй Сука, блядь, смотри нахуй Слышишь, что-то хуя Слушай, а ты не интересовался, можно ли это дерево свалить нахуй? Сука, блядь, смотри нахуй 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 Нормально Ну, кстати, неплохо даже Валим, блядь Блядь, смотри Сука, блядь Сука, блядь, смотри нахуй Оу май! Гарбл! А там она Че? Сломал палец? Так я ж не пальцем ее, я пальцы вверх поднимаю Смотри, это убийство зомби Смотри нахуй Это король из вангридбергских Нахуй Смотри нахуй Смотри нахуй Смотри нахуй Смотри нахуй Ой блядь, что на трудах? Смотри нахуй Блядь, три крышка сделал с ним Минус стамина Ебать, а кто-то пули Бля, надо бы светить себе Главное чтоб с ним попасть Главное чтоб с ним попасться Главное с ним, да Смотри нахуй Ты захакиваешь? Хочу килл ты я Как жаль что Ты крэкер ешь И руки твои Все вжили и ссорли Блядь 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 Иди по моему Блядь Блядь Так мы сейчас к полю выйдем Захуя Ахуй знай Ахуй знай Блядь 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 Ха-ха-ха! Пиздец! Приключения! Блэй! Приключения! Ааа, блядь! Ноги, блядь, застыли! Какие приключения? Приключения в поликлинике, блядь! Знаешь, как ты со стороны выбегаешь? Ни хуя, блядь! Ни хуя, блядь! Да, блядь, ты че нам готов? Ни хуя, блядь! Сиди, блядь! Ну что так, иди! Блядь! Смотри, блядь! Смотри, хуй, блядь! Сиди, нахуй! Это мы ща трости сделаем, ахуй, знаешь, как по болотам ходят? Нахуй! Ха-ха-ха! Я дам, я дам! Ха-ха-ха! 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 Блядь! 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 Надо съебать отсюда! Блядь! Ёбаный хуй, блядь! Смотри, нахуй! Блядь! Сань, Сань! Рассказ, блядь! Сань, блядь! Да ёбаный в рот! Смотри, блядь! Старик, нахуй, и снег! Сань, поиграем? Видите! Блядь! 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 Поехали, Сань! Блядь! Смотри, Сань! Блядь! 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 Сань.... Вот это, сука! Блядь! О, это заебись. Блядь, все, кончил. Смотри, кончил. Блядь, как это выглядит со стороны, нахуй. Я знаю, как пизда отлыбни со стороны. Ой, сука. Фух, блядь. Если бы Виталий был здесь и снимал, то он не снимает. Ну да, и то он только улзит, не может. Слушай, блядь. Эти же суки полые. Блядь. Блядь. Я это уже давно, блядь, говорил. Ты сука, вставляйся, наверное. Блядь. Ветка-то, блядь, уж кончила. Блядь, а? Походу, да? Ебатичная, да? А-а-а. Вари нахуй. Каст-спел нахуй. Блядь. Блядь. Я бы хотел эту нахуй на биологию. Блядь. 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 Слышишь, я придумал? Нам надо какое-нибудь тихое место, где нельзя рыкать, чтобы гадить. Пиздец. Ты понял, да? Ага, если к тебе, на пару надо идти. Нужно это не сядь, вырубается. Блядь. 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 Смотри, я еврей. Понял? Блядь. Блядь. Только догадывайся, что мы тут делаем, блядь. Судя по звукам, да. Так это в весе прикола твоя пиздеца. Просто делать загадочные вещи, чтобы никто нихуя не понимал, но это было бы интересно. Ну заебись-то похвалим, блядь. Так ты, блядь, не вставляй запись нахуй, блядь. Ну ты, блядь, тупой, блядь. Сука. Слушай, нужно побольше таких веток собрать и поднести, слышь? Нужно таких веток побольше собрать, будем сыпать их по дороге к Дому Виталя. Ты что, не знаешь, типа? У нас же в России есть такой прикол у тебя, если кто-то умер, блядь. Куда, блядь, они что-то интересное ведут? Веткие лучи. Ну, типа, их же куда-то выкладывают, да? Ну, должна быть точка А, точка Б. Точка А это место, где будет человек, да? Не вернее, не удобно. А точка Б это где будет следующий? Походу, да, блядь. Почему, блядь, ну, аккунпанемент сделай или на это? На это пиздец? Дал бы пожаре, до следующей весны, и позабыл об этом. О, ок, сыграйся. На чём, блядь? На чём я тебе сейчас сыграю, блядь? На дудке твоей. Да, дудки, я пойду, блядь. У него хранится двух предков, блядь. Всё равно Виталий больше. Слышь, Маразотыш? Держи нахуй, я снова опять рекомендации. Как говорил товарищ Илья Егоров, по-моему это она подъедет что это творится кто это творится и что а точно самоход можно было бы и догадаться кстати вот это фейк сколоху нет нет вообще русских в Польше не любят я не знаю я помню чувак да там столько блядь разных санкций против русских было ты блядь говоришь конечно там не любят не знаю я не знаю я не знаю не знаю что я это заставка а 970 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зона развода, блядь. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Если наткнетесь на совершенную бабу, то ловите ее, везите к нам в лабораторию, мы ее изучим и попытаемся клонировать. Он до этого сказал, что это не существует. Да, да, да. Минуточку. Я познакомился с офигенной щелкой. Девять по привлекательности. И она спокойная как удав. Не больше тройки по шизанутости. Ты сказал ему... Ты считаешь мне про девятку по привлекательности и два-три по шизанутости. Он говорит, да, она мне очень нравится. Я говорю, аккуратней, потому что это парень. Ты встретил пидораса. Типа, видишь, ниже графика, блядь. Типа, если не четверка, то позначит, это не важно. А, пиздец. Если не меньше четверки, то позначит, это не важно. А, пиздец. Безусловно. Да, но она намного проще. Да, но она намного проще. Да, но она намного проще займет всего пару минут. Совсем недолго. С мужчинами дела обстоят следующее область. Прямо на стенах хуярит. Ось члена и денежная ось. Район члена, блядь. Смотри, область мужей. Смотри, область мужей тебе. Духови обалок. Ты норм хуярит. Имеет значение, какого размера у вас член. Третья область развлекательная. Развлекательная. 10 нищеброда с большими членами. Пиздец. Он, наверное, сексолог, блядь. Наверное. Блядь, пиздец. Блядь, блядь, блядь. Надо нового аниматора, нахуй. А чё, блядь, старый съебался, что ли? Может быть, ты, может быть, я могу быть старым. ТОЧКА СКАЙ. А при коммунизме всё будет заебись. Там всё будет бесплатно. Там всё будет в хайф. Там, наверное, я вообще не надо будет умирать. Сука. Блядь, чё вы, сука? Кузнечика, блядь. Блядь. Бля, пизда, я, конечно, поставил фонарь, короче, на кнопку включения, типа, два раза быстро нажимаешь, нахуй. Но, блядь. Если у тебя выключенный телефон... Он едет совершенно. А вдруг? Акс, это область совершенная. Таких не существует. Если вы найдёте такую гид, ловите ее, везите к нам в лабораторию, мы пытаемся клонировать. Договорились? Пиздец, наконец. Сейчас нас согнет, не только. Типа фан-зон это, типа, шлюхи и так далее. Непонятно. Типа, блядь. Баба на ночь. Они не такие красивые, по-граду. Они шизанутые. Они шизанутые, как эти. Так, да, встречаешься, там сена, но они уроки, блядь. Блядь. Чуть не провалился в пизду. Слушай, тепло сегодня, пиздец. Слушай, я тебе говорил, я полис поменял, блядь. Я, короче, менял этот полис. О, этот полис. Давай. Давай. Ну, то, что это выглядит деревянно, это факт. Даже, вон, Саня так выглядит, да? А, блядь, он поет. Вот поэтому, сука, с 3D, блядь, анимацией проще, блядь. И этот, да, тихо мы начинаем. ram, pow, 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 pow. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Я попытаюсь сейчас сцену компенсировать тем, что более опытный может рисовать анимацией чисто лайном. Второй красью чтобы дешейли угрозу. Что, блядь? Он, короче, хочет нанять двух художников, один будет лайн-арт хуярить с аниматом. Я не знаю, блядь. Тебе я так понял, что он хочет уволить старого аниматоршу нахуй и нанять еще двоих, блядь, чтобы один покрасом занимался, а другой будет лайн-артом. Бля, хуй знает чувак. Уже весна почти была. Пиздец у нас. Слышь, слышь нахуй, слышь нахуй. У нас практика 24 февраля начинается. Да, блядь. После этого пиздеца всего. В станционке впервые, блядь, вы едете, такие, блядь. Такие, блядь, чем мы, блядь, ходим, что еще ходим. Блядь, пойдем обратно. Не, ну, блядь, смотри, конечно, сам. Пусть знает, что он по деньгам в этом влетит. А что ты со старой ты будешь делать, что не поймусь никак. А ты блатите, блядь. Да я с одним пидорасом, потому что я его, блядь, он заебал, у него мозги парит, блядь. Ой, Антон, а это адекватно смотрится, блядь. Нет, нафиг, я ему еще говорил тогда, то, что анимация-то, блядь, деревянная, как куй, блядь, деревянная. Блин, блядь, блядь, блядь. Типа я не знаю, это ж пиздец. Нет, ну понял, короче, оно в штате остается, блядь. И так красиво, невыносимо, че-то там это, какая-то хуйня. Нет, блядь, я не знаю, блядь. Нет, ну понял, короче, оно в штате остается, блядь. Блядь, 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 блядь. Блядь, 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 блядь. Знаешь, у него голос этого. Надо много петь в скриминге, чтобы научиться. Ну, просто... Я... Я... Я просто... Я не могу, понимаешь, дома орать. Я обычно эти песни не понимаю. Там вся хуйня в том, что у тебя просто голосы грубеет и все. Потому что ты орешь? Да. Ну, ты, блядь, видел, как появились, например, старые, ровно-кайпы? Не появился. Слушай, блядь, горшнев нахуй. Сам не музыкант, он, по-моему, даже нет, не знает, я слышал. Ну, а этот, который король шифт. Я знаю. Ну, а то, блядь, пизда, ты культовая группа, которую, нахуй, запомнили вообще все, блядь. Ну, я тебе говорю. Фоматы писать? Да, блядь. У меня, блядь, там уже больше. Блядь, ты, короче, как этот, нахуй. У них какой-то чувак, я не помню, как его фамилия, он писал стихи. Нахуй, иногда уступал в песке шоу. Смотри, уже в тарах. Расса, раса. Ты можешь ссакать мне теку. Ты можешь ссакать мою теку. Ты можешь ссакать мою теку, если хочешь. Я тебе сделаю. Пап, далеко еще. Да я всех вас иду. Скажем так. Пап, пойдет, дашится. Пойдет, дашится. Короче, а где проблема-то, я че-то, блядь, не понял. Что это было? Че, блядь, тебе сейчас на сериал будет почти на час. Как пиздатор. Как две лекции, блядь, записывали на какой-то раз. Тебе ни одну лекцию не прощел из тех, что записал в тех занавес, да? Да, ну, ах, как ты сдал-то, блядь? Не знаю, не все. Я имею в виду, как ты готовился? Не знаю, я не готовился, а вроде все, думаю. Так я, как ли, детство, вот то, что ты уже на суд, блядь, не готовился. Ну, если ты не ебланишь, то, в принципе, все реально сдать, похуй. Не, типа, кому он может? Если ты хочешь, не, единственное, есть два случая, когда нужно готовиться, когда ты думаешь, что, бля, вот пыжно, а второй вариант, когда предан, охуевший. Ну, как физика, да? Да, блядь. Я думаю, что, кстати, вот это. Пиздец. Потому что, блядь, я сидел, нахуй, я, наверное, месяц убил на эту физику, блядь. Я уже, блядь, выдрычил ее, и не так. Блядь, я даже помню, как ты на это рассказывал. Блядь, ты понимаешь, что в любом месте человек, блядь, пиздит всем, блядь, про эту физику. Что у нас? Что у нас? У нас анатомика, кто же ебнутый. Нет, мало того, что физика, блядь, я ее с ее, блядь, знаю, и запущу ее, блядь. У нас анатомия, блядь. Я спасли, блядь, знания. Он говорит это, блядь, типа, сделайте конспекты, и все. Мы не проверяем, что мы делаем. Делаем вообще, у меня вообще вся полгруппа, нахуй, если не вся, вообще ни хуй не делала. Я только один, наверное, запарился. Блядь, у меня, короче, нужно было там сделать 500 миллиардов конспектов по этой анатомии. Я что-то забил хуй. Скинул эти способности, что-то похуй. А, он даже не смотрит, блядь, он даже не просит скидывать, ничего, он вообще не шарит, блядь. Он в эликсовом технологии. Сделали, ну, хорошо, блядь. Пиздец, ну да, я ему вот так иногда звонил, типа, уточнить какую-нибудь хуйню. Он говорит, ну, ты чё, если чё, звони, блядь. Я, ну, чё, нормальный. Если чё, звонишь, блядь. Ну, он, блядь, говорит, ты чё, звони, даже на каникулы, блядь. Нормальный. А я, как бы, успел всю хуйню до каникул сделать. Блядь, я чисто 30 декабря, блядь, в паст режиме, вкуярил. Слушай, я, наверное, начал всю тысячу дню делать, наверное, за две... За полторы недели до... До 31 декабря я решил все это сделать. Я уже все сделал. После недели, вот, пока еще, вот, да. А я, а я, а я хуярил, блядь, так, я еще, получается... Мне оставалось только экологию защитить, но потом из-за того, что до хуя людей должны защищаться, он оставался только просто, вот, в этой ситуации. Ага. В общем, я на ней говорила, ну, типа, ну, это подразумевало. Причем он автомат из хуярил. Не, там было, там и так две работы надо было, вот, третья. Там надо было просто, типа, прочитать какую-то реферацию, прочитать, просто слушать все. Привет. Ну, мы все по-другому случились, да. Короче, прикол в том... Какой хуйня. Нам, короче, сегодня по микробиологии сказали, типа, если хотите поблажки на гипзачете, ну, да, ну, фиг того, вот, тогда участвуйте, типа, в какой-то конференции, мы такие давно... Мы меняли, мы с ингредиентом. Ну, да, участвуйте. О, время. Я такой, да ну нафиг, блин, у меня и так времени нет. Я уже тебя тоже открестил совсем. Я не хочу. Я, конечно, не хочу. Сценки какие-то. Не, не сцена, там, это на серьезных счетах конференция, блядь, и сказал, типа, до 11 лет отпишитесь, ну, не. Это хуйня какая-то очень похоже. Не, хуйня, хуйня, абсолютно хуйня. Как защититься от туберкулеза детям, ребят, сидим, чумок, блядь. Сделать прививку, нафиг же, неспокойно. Да, блядь, сделал прививку. Это как все, блядь, делают, все. Просто единственное, если ты ее не делал, тебе... Ну, это же манту. Нет, блядь. Манту это проверка, да. Ты приходил с... А, это просто проверка. У тебя вот такая прям в уху, если есть, духи отрасли. Значит, такое еде. Значит, тебе и пизда. Ну, там не в покраснении суть, там суть в том, что там радио голова очень поделенный. Ну, только как она за три дня проходит. Ну, да. Нет, так тебе, блядь, в ебу, это этот, блядь, бактерию, нафиг. Ну, туберку... Ой, не туберкулезы, по-моему, но другую бактерию вхуяривают, которая по генному составу такая же. Такой организм. Ну, хуя туберкулез, нафиг пиздец. Берем его, блядь. Да, все пиздим. И если все, типа, работает, нафиг, да? Вот это прививка ебаная. То у тебя тогда прям в ухо, она совсем маленькая будет. Если она у тебя не работает, то такое, блядь, покраснение, нафиг будет. Ну, тут, блядь, аллергия. Да, так это и есть, по сути, аллергическая реакция. Раньше, знаешь, как манту делали? Наскарирование, да, скарирование. Короче, надрез кожи делают. А, и туда прям хуярят. Ну, блядь, что лицов-то не было. Надо было что-то придумывать. Кстати, манту изобрел, манту. Лицов не было, надо было что-то делать. Блать, взял, блядь, лезвие, нафиг, нафиг. На, нафиг. Я, кстати, выяснил, откуда у нас эти шрамы. Это вот эта, как раз, прививка от туберкулеза. Что за шрамы? Ну, на плечах, на плечи, вернее. Если тебе делали приивку от туберкулеза, да? Что за шрам? Что, блядь? Ну, точно. Пусть, да. Пусть. На, короче, держите телефон, смотри. Блать, идите нафиг. Я не хочу держать. Короче, лол, то, что у тебя на левом или на правом плече должен быть шрам. Ты поймешь сразу. Ну, ладно. Ну, не делали. Делали, блядь, в детстве делали. Прямо как только ты рождаешь, несколько дней проходят, тебя вкуяривают, где-то не проходят, я бы уже не могу это моим делать. Блядь. Нарколы. Ну, потому что, блядь, если ты заразишь туберкулезом, привет, смерть. Да, нет, 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 нет. А у нас сейчас туберкулез, я бы, чем, он еще и социально-зависимый. И чем больше людей прививается, тем как пиздать и будет. Ну, меньше людей заражаться будет, и так далее. А потому что, а из-за того, что сейчас пошла такая тендерка, консеренция нахуй прививаться, это никто ей не работает. Сейчас никто суток не прививается. Ну, ладно, блядь, спасибо. Сейчас сдохнула от пиберкулеза. Спасибо, блядь. Потом мы будем увозить, и мы будем виноватить. Конечно, блядь. Не, просто смысл поделать. Паранул. Они ебанутые, блядь. Я не думаю, что они там какие-то кислоты, блядь, какие-то нахуй хуяривают. И, блядь, чипы, блядь. Ну, знаешь, я смотрел интервью с работницами дурдома. Там было рассказывано, что был один пациент, который думал, что у него в моче содержатся микроскопические чипы, которые ему лично, Путин, короче, говорят. Женихуй. Чтобы он светил. Нет, так я вам сразу... Ебанутые люди просто. Я тебе сразу сказал, Виталь, что пять кадров на один удар, это что-то маловато. Ебанутые люди. Я тебе сразу сюда баловаю. Маловато. Ну, потому что это правда, блядь, это реально мало. Пять кадров на одну анимацию одного, блядь, удара. Ты пиздец. Что, блядь? Нахуяся. Сейчас у меня тучковаться. Спасибо, ребят. Ну, блядь. Сумно. А, блядь, картуто я не забыл, мне надо пить. Диксиску. А? Диксиску. Верный. Верный, блядь. Лучше, блядь. Бля, хуй знает. Я лучший, сука. Это и я тогда, что папа с панкинтерей играл. Я и я так не понял про эту игру. Серьезно? Да. Какой же, блядь. Я случайно на каком-то сайте нашел. Блэшки. Астроперс, да. Есть же замены, да? Извините. Блядь, ну, а вот эти все сайты, на которых только вот эти игры... ЮНИТИ, блядь. Я не знаю, я, кстати, хотел интересоваться... ЮНИТИ, блядь, он чё сдохнул? А, ну, доблер, да, 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 тизи, блядь. Там же одни игры, всё. Да там пиздец же, да. Они, считай, держались, только лишь на этом. А хуй знает, чё, блядь, закрыли-то карасин. Твоей стороны теперь юб, блядь. Там были брешки, которые позволяли мошенникам, типа, устремлить свои пиздец. Ну, чё, а хуй знает. А ещё и чё за бред. Как, блядь, движок, позволяющий смотреть им, блядь, видео или... Я не знаю. Это ёбаный бред. Фидора. Мне кажется, что они уже просто... Мне кажется, что адобов просто заебал. Блядь, ну хуй знает. Может, просто финансирование, типа, слишком до хуя уходит, они так говорят, на новую махать. Ну, мэй, блядь. Я тебе говорю, ага... А ты из-за бабок. Я тебе чё, говорю, что бабки, коронавцы. Сделали бы альтернативу, блядь. Не, ну, можно было бы оставить его, чтобы он просто работал. Не, так они не это, блядь. У них, получается, идите, по-моему, у них все предыдущие. Именно Юнити для того, чтобы бразовые игры работали, всякие, нет, ну, я не знаю. Переключились ли? Это даже вопрос охуенный. Ну, игры же не зависят от флеша. Они просто запускают лучше. Ну да. Ну это как наши садки. На фнер, наверное, да. На фнер, наверное, да. Я думаю, что шатом, блядь, опять за хлебом. Смотри, нахуй. Не знаю, самое тяжелое, это одеться, по-моему. Самое тяжелое, это одеться и рысь. А то, что ты уже идешь, плохо. Я же за столько лет на сколько привык, что, наверное, это так, как прилет. Сон, блядь. Ты же знаешь, как работает сон? Приняк, ну, не загадка, блядь, берни, блядь. Уже выяснили, блядь, давно, нахуй. Так же, как обернуть в треугольник, нахуй, там, блядь, сдаются, нахуй. Притом, какая особая зона, если по пленочистым картам, то, что, например, компенсированные ураганы, блядь, образуются. И потом все, блядь, все корабли, нахуй, просто на одни, блядь, лежат. У других, измерения, блядь. Измерения, блядь. Пиздец. Ну, я тебе говорю, блядь, это говно, нахуй. Даже, блядь, это не, блядь. Ты просто психоз, блядь, все. Виталий Олегович, сука, блядь. А я... В самом начале просто странно делал. Сначала сделали, блядь, удары зачем-то, а потом лишь только подумали о том, что из них нужно составить камбуку. Ты в пиве. Да, он в пиве. Ну, это вот это, которое... Ты че, блядь, камбуя? Ты че, блядь, камбуя? Блядь, там чел подходит, бутылка такой, выливает на другого. Он такой пучок. Ты че, блядь, камбуя? Он говорит, ты в пиве. Там на заднем фоне бабки такие, блядь. Такие стало, блядь. И все, блядь, уже там, нормально. Офигеть, офигеть. Это глупо, Скайрим. Реально, Мару. Это глупо, Скайрим. Сколько ходов ты заволшал, блядь, смотри, лёгко. Я не помню, как они, конечно. Это глупо, и все глупо, и все глупо, и все глупо. Я играл Скайрим. А на дворе у нас тупо тоже Скайрим. Четко, четко, днофурия, дношкацина. Замолова храм деделы, мы выглянем, ничего. Блядь. Блядь. Да. Четко-четко в натуре Замолохом Бля, видите, у нас голоса похожи Дети говорю, я вот слышу, блядь, у нее все в один момент показалось Сикутиса и у его мамы одинаковый голос по телефону Потому что он баба Ты звонишь, ты не понимаешь, с кем он говорит По хуя ты ему звонишь? Ну, раньше Давно-давно Он говорил, что постоянно... Что происходит из греческого История по-гречески означает исследование То есть это изучение человечества История изучает людей История изучает то, что делали люди в прошлом И как это влияет на настоящее Какие выводы из этого мы можем сделать Сейчас Я вам говорил То есть то, что происходит И происходило в человеческом обществе Причины, закономерности Последствия разных явлений И в то же время История как бы охватывает все гуманитарные науки Политологию, социологию, психологию И так же экономику и многие другие Но направляя их в прошлое Политологи, они занимаются изучением настоящего То есть того, что происходит именно сейчас В данный момент времени Вот там, например, события в Беларуси Да? А историки Эти же события в Беларуси изучают с точки зрения того, что было раньше Такие выводы мы можем сделать Потому что о современных событиях Мы знаем только то, что нам говорят в СМИ Да? То, что нам показывали То, что нам хотят показать А события в прошлом Получаются в полном объеме Максимальном Насколько это возможно Из всех разных источников Уже о них мы можем говорить более детально И с большей степень достоверно Что происходит сейчас Сейчас сколько можно гадать, да? Что там происходит Не знаем Ну, вот тут парочка высказываний И записывать не надо Просто для иллюстрации того, что разные люди думали и думают об истории Ну, и наши историки, естественно И представители других наук Например, лауреатуре дисциплиника экономики Гугла Шнор Он считал, что история очень важна для изучения экономической ситуации в данный момент Потому что история формирует то, что мы имеем сейчас Если бы не было истории, не было прошлого, то и сейчас бы вообще ничего нет В целом, история изучает разного рода опыт Опыт бывает у каждого человека собственным, своим, да? Вот индивидуальный, как человек живет Он в течение своей жизни сталкивается с разными событиями Сам какие-то действия производит И это все формирует его личный индивидуальный опыт Опыт также бывает коллективным То есть группа людей, например, там, жителей одного города, жителей одной страны Члены одной семьи, учащиеся одного университета Они имеют свой коллективный опыт То есть то, что происходило с ними как с группой Ну, тоже понятно, да? И, наконец, опыт бывает общечеловеческим То есть это опыт всего земного шара, всех людей, которые здесь живут И который как раз обобщается и изучается исторической наукой Ну, история также изучает и коллективный опыт, и индивидуальный тоже Потому что есть выдающиеся какие-то люди, которые... Судьба которых повлияла на историю всего человечества Поэтому их опыт тоже для нас всех очень важен История, она существует не только сама по себе, но у нее есть помогательные науки Бывают вспомогательные исторические испытания Одной из самых интересных из них является археология То есть понятно, что это такое, когда ученые из земли в основном Или из каких-то других природных объектов достают артефакты Артефакт — это некий предмет, который был создан искусственно людьми Слово артефакт, которое сейчас очень любит употреблять везде, где попало Его нужно употреблять осторожно, потому что это именно то, что создано людьми Это искусственный объект, переводишь вот именно так и называется Искусственный объект Вот артеологи ищут эти искусственные объекты И по ним восстанавливают какие-то картинки просто Вот здесь фотография показана Манежная площадь Маттёги Сейчас в торговых центрах, в тех мерах, огромные Когда это все рыли в 90-х годах, то сначала отдали это все артеологам Естественно, и они раскопали очень много всего интересного Еще раз и там между Катеницей Москва и музеем войны 1812 года Который там на фотографии в левом верхнем углу Там прямо в земле, под землей, сделан музей феологии города Москвы Где как раз все эти артефакты показаны Старая вот эта набережная, это длинка тепла, и мост и тому подобное Этнография, это наука Еще сейчас называют ее иногда этнология Но этнология это зарубежный термин У нас в основном является этнография Которая отличает Обычаи, нравы, одежду, жилище, еду, стучьё Разных народов То есть, нас, конечно, в условиях глобализации Все это стирается И никакой разницы между там жителями Азии, Европы, Америки Практически уже нет Да, все равно же примерно одинаковая одежда Примерно там одинаковые еды едят везде Вот Разнообразные, но она везде, понимаете, започтавленная Поэтому Но все равно еще остаются этические особенности Это очень интересно Это как бы такая вот изюминка У каждого народа есть что-то свое Это прекрасно, надо сохранять И вот как раз этнографы, этнологи этим занимаются История, естественно, вся привязана к карте мира Потому что мы живем на земле Государцы находятся на земле И расширяются, и сужаются, и воеют, и дружат Все происходит на земле где-то в конкретных местах Которые привязаны к гидрофическим объектам, координатам, точкам Поэтому Историк обязательно должен знать географию Значит, вообще будет непонятно, что происходит Ну, здесь такая интересная карта Показана на слайде у нас Австралия наверху Обычно она внизу, но это как раз карта мира, которая в Австралии Применяется Мне нравится, что в Австралии обычно не выйдет за гидрофическими Наука о чтении древних текстов До изобретения фотографических машин, фотографического текста Вот этого, который всем понятен Люди писали вручную все книги И вообще все, что было Договоры и так далее Все было написано вручную И честно писали разными почерками Разными стилями Здесь указано, например, на фотографии Это первая страница библии Старинное издание Это стиль устав Тоже вручную написано все Здесь еще можно разобрать, что написано Ну, в первых, да, переставить Вначале было слово И слово было Бог И слово было у Бога И так далее Вот Но есть такие почерки Которые совершенно нераздираемы Поэтому, чтобы их читать Мы специально учим А это мы учим на историческом факультете Минезматика Наука о монетах Монеты Хотя несут ограниченное количество информации Но все же на них размещена подъемная информация И она тоже дает историкам иногда очень большие данные Ну, вообще бывают интересные монеты Очень дорогие Вот здесь, например, изображен константиновский рубль В 1925 году, когда умер Александр I император И Николай I еще не зашел на престол после него То предполагалось, что царем станет Константин Их вот, как средний брат Ну, Константин отрекся Об этом еще не знали И успели отчеканить несколько рублей Вот серебряный рубль Вот Их известно пять штук Вот сейчас На всем доме шаре В разных музеях Они в частных коллекциях Конечно, каждый рубль стоит там Миллион Очень интересный момент Ну, вот Без IT Без традиционных технологий Конфидированных систем Таких расчетов И компьютеров Сейчас невозможно Поэтому Очень важным образом Историческая научная Историческая информатика Все историки Работают с компьютером Всякие вычисления Статистика Отсчеты Вот Археологи Применяют Компьютеры Для того, чтобы там Эхнологии Для поиска под землей Разного рода И тоже Вычислений Каких-то Для того, чтобы достать Все эти артефакты Из земли Так что это все развивается И в МГУ на Истаке И создана Социальная кафедра Ихторической информатики Кроме того История связана Тесно И с другими Науками Технологии Прежде всего Конечно Психологии Повторяю История изучает людей Какие-то абстракции Да Никаких там Абстрактных Государств Потому что Все делают люди На этой земле Все что создано И поэтому Психология Очень важна Почему люди Принимают Те или иные Решения Закончить войну Что-то организовать Что-то создать Или наоборот Сидеть и ничего не делать Это тоже решение Поэтому психология Очень важна Нужно Как бы Хотя бы В общих цветах Разбираться В отдельных Таких-то моментах Связанных с физикой людей И с тех порывами Математика и физика Тоже важны И в качестве Для вычислений В исторической Информатике И в том числе Сейчас вот Есть такие Новые Какие-то Веяния Например Объяснение Расширение Территории Государства С применением Закона Синтеза Почему Россия Стала такой Дальшой страной Потому что Где-то ей что-то мешало Где-то ей что-то не мешало И распространение Вот этой территории Как раз Очень похоже На распространение Жидкости Или газа В пространстве Да Есть какие-то Аэро-гидродинамические Законы Которые могут Внести Движение Государства По территории Разбиваются Разбиваются Ну это Новые такие Тенденции Очень интересные Насчет их нужно Много работать Судебная экспертиза Очень часто Не хватает Источников Историки Работают Разные Источники Документы Фотографии Видео Материалы И все прочее Но Иногда Нужно Привлечь И экспертов Которые Судебными Методами Что-то Подсказать В частности Например Такой интересный момент Был недавно Опять таки Александр Первый Который Здесь изображен На портрете Справа Когда он умер Пошли слухи Что он не умер А ушел в монастырь Слухи были Такими Весьма распространенными Чем-то обоснованными Потому что В Сибири В монастыре Жил старец Фёдор Феднич Который И внешне напоминал царя И по-французски Говорил И был грамотный Очень Ну вот Обнаружили Недавно Записки Фёдора Феднича И Провели Почерковедческую экспертизу И оказалось Что почерк Очень похож на почерк Александра Первого Ну И сих пор Все это остается Загадкой Но тем не менее Дало пищу Для каких-то дальнейших Исследований Дальнейших размышлений В этом направлении Это технический показатель История Извечает государство Государство Поздано людьми Государство Управляет люди Государство Живут люди То есть опять-таки Государство Это людское Человеческое Такой Атрибут Государство Что это такое Государство Характеризуется Такими моментами У него обязательно Должна быть территория Сейчас Такие Есть какие-то Модные Виртуальные Государства С паспорта Выдают И так далее Но Государство Должна быть Привязана В землю Есть земля Реально Хотя бы Сколько Это квадратных Километров Даже меньше Государство Может считаться Таковым По наличию От других Атрибутов Если нет То это не государство Государство Есть аппарат управления То есть люди Которые Осуществляют Власть В этом государстве Которые делегированы Полномочия Другими людьми Живущими На то Чтобы что-то делать Государство Есть суверенитет Что это такое Это право Осуществлять Всю полноту Власти И закона На территории Государства Например Когда Американский фильм Показывают Бандиты Играют В Мексику И Американских Лицейских Быстрее Надо догнать Пока они До мексиканских На границе В Мексике Власть Прекращается На территории Мексики Она равна мыли Они там И оружие не могут носить Почему они считают Политическими Почему Потому что суверенитет США Только на территории США И властные полномочия Только на этой территории В Мексике Они не все И наконец Государство Гарантирует Каждому человеку Соблюдение Закона А что для чего Государство было сложно Да Чтобы люди Не Конфектовали друг с другом А решали Свои проблемы Другими способами С помощью законов Судов Опирались На какие-то Общепринятые законы Что Мы согласны Что должно быть Вот так Если кто нарушает То есть Где сами И вот это все Является Приметами Государства Сейчас Конечно Есть народы Отдельные И многочисленные В основном Это индейцы Вот в Амазонии Какие-то Африканские Имена Федеральные Африки Вот Но Которые живут Состояние Догосударственное Состояние Первобытные Общины Устроят То есть Нет Установленной Власти Но Тем не менее Они все равно Живут на территории Какого-то государства Как они этого уже не хотят То есть Сейчас весь мир Кроме Антарктиды Он уже поделен На государства Нет людей Как их делать Все кому-то принадлежит История Это наука прикладная То есть Историки Они не просто там сидят Что-то пишут там для себя Или для этих любителей истории Да Это кому-то нужно Это применяется То есть А кому это нужно Это нужно государству Историки На основании изучения прошлого Государство По его заказу Дают консультации Дают Рекомендации Как действует То или иной ситуация Часто это происходит События Да В Беларуси Привлекают в том числе и историков Что помимо исторических примеров Объяснили Что нам там делать Да Какие у нас есть там права Полномочия Как все это было раньше Почему это Почему Беларусь нам близка Почему это вообще Многие считают это вообще наш Или вот например В 90-х годах Когда острова Вникла проблема Туристских островов Она до сих пор не решена Но тогда она прям Стало так Настолько сильно Что Были Опасения Что Правительство Ельцина Может вообще Эти островы Как бы и отдать Ну может не хотело это делать Либо подставить И вот историки доказали Властям Что отдавать их не надо Потому что Юридически и исторически Где то Прогнозировать нам Ничего этого не должно Поэтому История Да и Для настоящего важна И тем более На основании Анализа опыта Прошлого Мы можем прогнозировать Что то в будущем Как нам себя вести Человек тоже Получает опыт По жизни И потом знает Какую-то ситуацию Лучше бы для вести Вот так Потому что Когда-то у меня Такая ситуация была Если я повел по-другому И было плохо А если повел так Было бы хорошо И вот история То же самое говорит Только в отношении Более крупных вещей В отношении государств Там Контиментов И так далее Как себя лучше вести В вторую ситуацию На основе опыта Так Теперь Приходим уже Непосредственно К истории России И Первая тема У нас здесь Русь В 9-12 веке Идущие Трех направлений Так Вы успеваете записывать? Да 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 Хорошо Так Ну У нас У нас создано Было представителей Славян Восточными славянами Представителями Индоевропейской семьи народов Вот так Краткий экскурс Эта семья народов Она является По числу Говорящих На ней Людей Наиболее Многочисленные Во всем мире Вот Здесь на карте Зеленым Темно-зеленым Указаны те страны Где Индоевропейский язык Является государственным Или превалирует И светло-зеленым Где Он является вторым государственным И вот Кое-где Он еще Распространен Просто так Это Язык Конвенционального Нечаспорта Крепочных Практически везде Кроме Нижнего Востока Китая Индоевропейские Говорят На индоевропейских Языках Как Нечаспорта Родство Между Индоевропейскими Народами Оно языковое Так вам Для сведений просто То есть понятно Что Индус и норвежец Они выглядят по-разному Внешне Разную Там есть где-то Общие гены Но А потом уже достаточно Разошли Но Языки Очень похожи В своем корне Конечно Если не знать язык Норвежский Вы ничего не поймете Мы когда начнем начать разбираться Можно увидеть что Основные слова И корни их Они все Испроют из одного Основные слова Какие-то Мать Отец Брат Страда Числительные Я Ты Он Она Мне Какие-то основные слова Потом глаголы Ходить Бежать Сидеть Они В Европе Уже дальше Снижаем Фокус В Европе Основные Группы народа С которыми Взаимодействовала Россия Всегда Которые относятся К европейцам Это Романцы Романская группа Происходит Их языки Происходит От латинского языка Слово Рома Означает Рим На латыни Итальянском Итальянском Поэтому Итальянский Французский Испанский Португальский И ряд других Вторая крупная группа Это Германский Немецкий Английский Норвежский Чветский И Самая крупная По численности Европейская Группа В Европе Это Славяне Которые создали Государство Русского Кроме того В Европе Живут Турки Они Альтайская Семья И ряд других Народов Восточные Славяне Они Издревле Жили На территории Очень широкой Восточноевропейской Равнины Которая Простирается От Балтики От Балтийского Моря До Черного В основном Это равнинные Территории Здесь Холмы На юге Там Начинает Испеть На севере Поступают Леса Как и северные А вот между ними Как раз Восточноевропейская Равнина От Польши До Волги Как раз Тут И проживали Восточнославянские племена Сначала Государства Никакого не было Вообще Отличие племени Государства Такое Что В племени Нет инструментов Подавления Государство Имеет инструменты Подавления То есть Полиция Суд Тюрьмы И так далее У племен Таких инструментов Нет У них может быть вождь Но вождь Он чисто давит Так сказать Авторитетом Исключительно То есть Нет никаких инструментов Покарать кого-то Это не сам И потом Вождя можно легко Скинуть Вождя Государство Это сделать намного сложнее Потому что там аппарат Как бы государство Сильный У него есть инструменты Подавления Так вот Здесь жили Основно племена Сначала Без государства Но Человеческое общество У него есть такое свойство Все усложняется Постоянно В ходе истории Присходит усложнение Всего И в том числе Постепенно Развлекает государство Но лучше надо сказать О том Что племена эти были Языческие Язычество Это Многобожие И Их Представ Вот Его две основные Характеристики Кроме того Языческое Религия Неписанная То есть нигде Не записаны Ее каноны Нигде Нет никакой книги В основном Там Некоторых Характеристики Сейчас они появились Раньше их никогда не было То есть это чисто Основано на обычном На обычаях На обычном праве На устных преданиях Предается устно Вот у нас Там есть какой-то бог Какой-то Так И вот Как раз Славян тоже было Язычество Много-много Разных Богов Их Предков То есть Предок по-славянски Чур Или Чур Это слово Иногда встречается Говорят там Чур Я Чур Меня Это все Обращение к предскому К ним Как бы Разговаривали с ними И просили у них чего-нибудь И когда говорят Чур Дай мне что-нибудь Чур помоги мне Вот это все Так что все это уже уходит Но какие-то элементы Вечество Остают В головах Значит В 9 веку У восточных Славян Начало уже складываться Государство И То есть Выделяются постепенно Такие-то Вожги Но Пока Они еще Без аппарата Примеждения То есть Ни армии Ничего не было Но славяне Восточные Они ни с кем не воевали Потому что Нигде не было Вокруг Жили достаточно мирные Угры Балтийцы И никаких Государств Здесь сильных не было В округе Несколько Был воевать И Вот На севере Выделяется Центр В Новгороде Знаете Новгород Да Это Сейчас Областной Центр между Москвой и Питером Например И Вот Там Такой Племенной Вождь Гастанысл Его звали Гастанысл означает Что он густо мыслит Очень умный человек Гастанысл Гастанысл Когда Правда Памят А Такой месте перевоза через где там с одной стороны берег очень крутой другой по логии интересного но зарождаться государство начало именно в новгороде потому что я расскажу попозже почему их как бы не стал родоначальником государства стал но это мы поговорим в это время я танюки европу со всех сторон осадили нормально это предки современных скандинавов сведок норвежцы датчан и исландов в скандинавии земля очень бедная раз там очень трудно прокормиться потому что тяжелые условия теплое течение но там достаточно холодно и земля бедного низкая почва и тогда ты жить там тяжело это раз во вторых все это окружено морем значит все эти жители из скандинавии очень хорошие но и в поисках пропитания место для жизни они стали плавать вокруг всей европы и дальше то есть они открыли северную америка раньше колумба высадились на территории современной канады на карибах до метрами до этого гренландии исландии и выкинги постепенно вот называли их норманны норманны как северный человек наши называли их варе агин еще называли они постепенно захватили англии тоже сюда было нормандское вторжение францию юг италии там было нормандское это королевство снова и в конечном итоге конечно и взгляд упал на более восточные земли то есть поэтому столкновение или как минимум контакта такими норманными было неизбежать вот в пределах новгородских земель в середине второй половине девятого века появляются викинги которых вот звали юрий главный музей тимуэс и круга у них имя которое происходит от слова юрий на германский патрикатор начается у него тоже непонятно то ли он это прозвище поля какого-то скаминавское имя просто скажу ну вот они новгородцам предложили что либо мы сейчас вас не грабим либо вы давайте у нас на и муки дайте нам какой-нибудь там крепость на крае не будем служить вам как армии и на вас защищать его на гунике снабжать мехами продовольствием многород подумали что если ты делим не справиться потому что армии нет никакой воевать перед с кем не надо было никакой чем а вот от викингов этих никак не избавиться от варягов поэтому рюрика предложили такой вариант что ему отдают в правлении крепость ладога это сейчас современной ленинградской области на южном берегу ладожского область вот там сажают его там формят он как армия там стоит дружиной дружина небольшая туда армия несколько десятков человек и потом если что-то новгородцы на призывают он будешь и нападение вот до сих пор это есть крепость стоит там город называется старая ладожи вот его флаг верт на нем изображен шипирующий весь сок вам что-нибудь напоминает еще и герб украины кто-то говорит молодец совершенно верно это герб украины это герб украины то есть его преобразованы за текущего нископа какой-то резюб там наконец он имеет смысл совершенно конкретно так сейчас одну секундочку следующие занятия начнем именно с тестового контроля поэтому будьте готовы и не забудьте на следующее занятие распечатать четвертый охотный конспект посмотрите открывается ли он у вас и сейчас я вам задам вопрос вот это герб украины тоже этого сокола происходит на ладога это крепость или город ленинградская область да это крепость сейчас сейчас поселок скорее там небольшой городочек он потерял свое значение после строительства Питера естественно но до сих пор герб и флаг у него именно отрели вот это интерес такая связь и интересные как бы прочтение гриба украины о чем мало кто знает сами украинцы по вам тоже так и постепенно получилось так что рюрик прибирает полностью власть новгородских земных своим рукам как это могло произойти естественно если он там единственный вооруженный человек из своей дружины и другой армии нет конечно он был всегда соблазн а зачем мне сидеть в этой ладоге если мне можно вообще в Новгороде как бы стать правителем своей армии другой вариант что есть сведения что он женился на дочери гостомысла и вот таким образом стал как бы его уже официальным наследником переехал в Новгород ну и формально считается что Рюрик это вот вместе с гостомыслом основатели нашего государства и как раз год в окнижение Рюрика в Новгороде восемьсот шестьдесят второй считается годом основания российского государства и это относится и к Белоруссии и в Украине как наследницей тоже того государства Древней Руси и в тысяча в тысяча восемьсот шестьдесят втором году в Новгороде был построен памятник возлюблен памятник тысячелетия России вот он стоит на нем изображены и основатели государства и самые выдающиеся деятели его там и цари и писатели и поэты и так далее вот во время войны Великой Отечественной немцы разобрали этот памятник хотели вывезти его в Германию но слава Богу не удалось его нашли и поставили обратно за ним справа это собор Святой Софии все находится в Новгороде в Новгороде в Кремляне дальше после смерти Рюрика в пластик приходит его тут тоже две версии либо это был просто соратник по дружине Олег Олег это тоже скандинавское имя это имя которое в разных языках по-разному звучит Кремляне Альгис, Альгердас в литовском есть такое имя это все отсюда в Кремляне тоже там какие-то подобные имена есть и вот стал этот Олег либо второй вариант что Олег это его какой-то родственник может быть двоюродный брат но в принципе неизвестно но их большого значения это как бы не имеет для нас очень главное что он стал князик после Рюрика и второй момент Олег узнает что на юге как раз в Киеве тоже норманны появились варяги и прибрали к ним своим рукам но говорю вся Европа от них страдала тогда везде они были всех терроризировали всех оккупировали и он понимает что знаю что Киев гораздо выгоднее расположен географически в большой реке реке которая впадает в Черное море там тепло отличие от Новгорода и по этой реке можно сесть на корабли да они же на реке все и куда угодно любой океан он понимает что надо захватывать Киев потому что как бы это намного будет выгоднее и лучше его направлять сюда с экспедиции и в 882 году обманом выманив своих же вот этих вот викингов порядок оскольких гиры из Киев их убивают и он захватывает Киев и переносит туда столицу то есть сначала была как-то Новгородская новая для столицы да и потом 1922 года и вот тогда начинается история ну период нашей истории которые условно называем Киевская Русь никогда так не называли в те времена просто Беларусь и все понятно какая еще Русь она единственная но сейчас мы для того чтобы понимать о том периоде идет история Киевская Русь то есть это с этого момента до монгольского нашествия и вот Олег воцарившись в Киеве и понимая как шел Киев очень выгодное географическое положение с точки зрения дальнейших захватов дальнейших войн варяги были очень воинственные на отличие от славян не нужно было ни с кем воевать вот как раз с металом времени в общем-то начинается наш имперский проект который после следствия был продолжен и в Руссии в Российской империи в Советским Союзом который тоже был как раз когда он и начался то есть славяне они как бы особо никого не захватывали и сидели у себя спокойно а викинги у них вот эта энергия их такая кучая кровь она стремилась дальше дальше давайте еще когда мы поплывем и вот он всех организовывает и начинают славяне вместе с этими викингами загранить Византию и нападать на нее и тому подобное в общем начинается период как бы такого роста бурного и строительство будущего в общем-то импиры затем после смерти Олега власть переходит к сыну Рюрика Игоря который был за это малолетним но как бы Олег был при нем дядькой и Игорь вот он правил достаточно долго для Петра то есть аж 30-е годы он был когда люди мало жили он продолжает курс Олега на завоевание земель которые лежат вокруг ручки то есть присоединяются все остальные имена русские и он идет походом на хазарский каганат как на карте видите справа внизу государство это государство основанное когда-то кочевниками хазары это тюрки они пришли из Центральной Азии когда-то давно потом осели и вот там в Междуречье Волги, Дона и вот в Северном Причерноморье и в Северном Крыму на Северном Кавказе был казарский каганат какой государство полу кочевое полу оседлое и второй государство с кем воевать им стал Вовская Бульгария Вовская Бульгария это предки наших казанских татар современных, вот изначально назывались от себя они Бульгары и там до сих пор есть Бульгары это старинная столица этого государства и знать, что казанские татары никакого отношения не имеют к татарам монгольскому мошенству потому что они сами были жертвой монголов Вовская Бульгария пала под ударом монголов до Руси еще и пришли намного-много раньше сюда, чем пришли потом монголы вот, какое государство вот, как раз Игорь с ними воевал ну там-то все со всеми воевали, в средневековье так вот достигали могущества, так получали заходы как общежило государство ну, была, конечно, государственная власть настолько структурированная не настолько изощренная, как сейчас, да не настолько... там было много всяких институтов, чиновников и тому подобное ну, был князь, у него была дружина, как армия были какие-то соратники его и в основном государство получало доход с помощью даний, то есть налогов в каждое племя, в каждом городе, деревеньке облагались какой-то данью размер которой был четко установлен заранее, чтобы всем было понятно вот, хочешь жить тут, плати дань мы тебя за это будем защищать от других, а на твою дань мы сами будем ну, вот Игоря это, в общем-то, и погубило что он, приехав в племя древлян, захотел собрать дань еще раз а это уже несколько дней положено только столько один раз а он оказалось мало вернулся и, конечно, его убили потому что это незаконно и они считали, что он действует совсем уже неправильно потому что, когда его убили, то власть переходит к его жене, которую звали Ольга тоже скандинавское имя, Хельга скорее всего от этого происходит и она формально, она не была правительницей, но женщины не могли тогда еще быть главами государства просто пока их сын Святослав был маленьким, она как бы была регентшей то есть воспитывала сына и управляла государством неофициально, но фактически властью вот Ольга сначала была язычницей и она по языческим обычаям порешила кровную месть в отношении древлян и настолько отомстила за его смерть разными-разными способами в том числе их послов сожгли в бане наковарно заманили там что-то помойки все баны подожгли не дали выйти наслала на их городок искорости голубей зажженный патрию там весь городок в общем, взяла этих древлянт под корень фактически так вот в кровную месть это все физически надо подучивать это все но постепенно Ольга была умной женщиной и она понимала и потому что женщина не менее воинственная чем мужчина необычная и она понимала что воевать все время не получится нужно как-то вот начать торговать там как-то общаться какие-то контакты с другими странами взаимовыгодно да и она решила что с Византией которая была одним из крупнейших государств Европы Византийской империи это империя основанная греками греческое государство на территории современного Балканского полуострова Малой Азии то есть там что-то Курция но все равно занимали греческое государство они были христианами и Ольга решила с ними как бы подружиться заключить военный союз а там дальше и для этого конечно ей нужно было привести христианство потому что византийцы они язычников заведей в общем-то не считали и не то что они другими считали но доверять язычникам они не могли потому что христианин мог поклясться на Библии когда заключают договоры еще что-то ему веры нет и Ольга из этих соображений она также может из каких-то других более личных соображений она принимает крещение становится христианкой и вот как бы она считается первой христианкой на Рису она поехала в город Кирсонес это Византия принадлежал тогда южный Крым и сейчас севастопом и там она стала христианкой после этого говорят поменялось и так далее и так далее и все пошло по-другому но их сын ее Игоря Святослав он оставался яростным ярым язычниками она его уговаривала что надо принять христианство все вот в Европе уже христиане одни мы тут как-то непонятно кто-то болтаемся язычески все это личные люди уже пришли но он никакой то есть это вера наших предков вот и скаминалов и славян наши боги мы не можем но он остался ярым язычником до смерти так и не принял христианство и вид такой имел очень воинственный там написывают его все эти источники зарубежные наши этот чуп у него был усы длинные какие-то там там у него миха все эти шкуры и вот похоже очень был облик у него на послески казаков не знаю казаки вряд ли знали как это такое облик было просто потому что так было удобно брить голову ничего не мешало и ничего бы там остались что говорит по поводу казаслав продолжает воинственную политику своих предков вот ну с кем то он заключал мирные договоры он опять начинал воевать воевал с Византией разгромил полностью казахский Каганат что тот практически уже не восстановился после этого там там часть территории Каганата перешли на владение Руси в том числе часть Крыма современного и Кубани Таманский полуостров прилегающий территорий в 18-й крае сейчас и часть Дона вот крепость там была основана разгромил тоже вовску в Булгарии очень был воинственный человек и до того он надоел византийцам что они наняли тачевников печенегов которые кочевали вот там в низовьях Депра сейчас юж Украины и они Чудослава убили когда он возвращался домой из походов там на кораблях в Таднепро он сказал подниматься вверх да только как пожилой и скорость была маленькая на Таднепровских порогах в Таднепровских порогах в Таднепровских порогах в Таднепровских порогах вообще что представляло из себя русское государство в те годы изначально это было достаточно централизованное целостное государство с центром вот в Киеве но постепенно превращается в более такую федерацию так скажем почему потому что великий князь Киевский он все-таки допустил ошибку которую допустили вместе с ним и все государи Европы они начали раздавать земли своего государства своим сыновьям управлением то есть естественно нужно назначать губернаторов наместников потому что большой страной ты управлять один не сможешь из столицы нужно чтобы были на местах какие-то люди но сыновьям то не нужно было раздавать потому что кто-то твоей смерть сыновья переделиться на высоту так оно всегда это исходило либо междуусловные войны происходили между братьями либо страна распадалась как западная Европа вся развалилась практически все страны на мелкие мелкие куски у нас долго этого не было хотя вот такая федерализация произошла то есть были все-таки отдельные там наместничества княжества но держались все вместе почему потому что догадались что когда передаются сыновьям они потом не могут передать своим сыновьям а после смерти например старшего сына это княжество переходила к его брату такая ротация происходила между братьями это предотвращало переход к сыновьям и дальнейшее обоссобление этих княжеств и на Руси была четкая вертикаль власти в Западной Европе ее не было в Западной Европе было как вассал моего вассала не мой вассал вассал это подчиненный да у короля это герцог какой-нибудь герцог там граф графа барон и так далее не важно но например барон он королю не подчиняется потому что он говорит королю нет у меня есть свой герцог вот ты ему дай приказ а уже герцог мне свой приказ даст если захочет а я тебе не подчиняюсь на прямую а у нас была вертикаль то есть любой мелкий чиновник любой мелкий там князет на месте он подчинялся непосредственно в столице это тоже предотвращало распад государства в Западной Европе он пришел повторять гораздо быстрее и гораздо на более мелкие поступки вот Франция и Франция Население Руси было свободными людьми вот то есть обычно страна была аграрной христиане там 100% населения города были небольшие вот были такие прекрасные но большого различия наверное между там прям городами и какими-то сельской местности не было все города небольшие все выходили поля но со временем все усложняется и к тому же человеческое общество имеет такое свойство с своими появляются более богатыми появляются более бедными и те люди которые беднеют они более-неволее начинают попадать за журсами богатыми то есть эти бедные люди теряют что из них сначала там дома теряют преимущество которые списываются за долги куда-то куда им деваться они нанимаются на работу с богатыми сейчас нанимаются не работать не за зарплату а за отработку долгой богатые люди есть честные богатые люди которые ну отработал долг все свободен до свидания а есть такие которые поняли а зачем мне чтобы этот человек когда-нибудь отработал свой долг я хочу чтобы он всегда на меня работал поэтому этот долг он никогда как бы не списывался постоянно находили какие-то нарушения плохо работали что-нибудь сломали недостаточно там подобное все время проценты на долг долг никогда не сниматься человек не мог уже его отработать до конца жизни умирал с этим долгом этот долг возлагался на его детей таким образом умножалось количество этих подзависимых и так постепенно появлялась крепостное право это был бич всей европы во всех странах европы было крепостное право во многих странах даже после его отмены формальные фактически оно сохранялось в англии положение многих крестьян в 19 веке было гораздо хуже чем в россии как формально крепостного права там не было они все были в зависимости они все были безземельные и работали на своих же помечах киевское отличие было что они могли уйти куда-нибудь там на шахту работать у нас без разрешения помещика идти на ногу вот и все но это вот под бич проблема всей Европы была не только Европы многих других стран ну вот естественно что вот эта проблема что великий князь раздавал своим сыновьям области своей державы она привела к каждой усобице то есть после смерти святослава братья начали драться за киевский престол и ну кровавая достаточно бойня к сожалению и вот в итоге победил владимир князь владимир он там дважды побеждал потом его опять свергали ну в смысле один раз победил всех победил и стал окончательно великим коземки вот мы знаем его князя Владимира или Владимира Святославича в народе называют его «Олода Красное Солнышко» но историки так не называют это скажут как «Кольфьер» на самом деле розвище так сказать чем он известен значит он схему зарисовывать не надо тут преступного записать он понимая что когда он умрет тоже начнется драка за престол киевский и поэтому он очень усилил центральную власть то есть отобрал часть полномочий у наместников своих сыновей отдал ее в Киев в себе это правильно было но с другой стороны он не избежал опять этой порочной практики нужно было вообще сыновей убирать с этих постов да не назначать каких-то гражданских чиновников просто управлять но он это не сделал к сожалению потому что людям боялся негодования что они пойдут как у нас все отобрал и к сожалению эта система она сохранилась которая была сильно ограничена к этому времени вообще Русь становится крупнейшим государством Европы потому что она законом физики растекаясь русское равнение по-восточноевропейской она занимает полностью только вот на юге остаются кочевники здесь на карте она зеленая карта на немецком языке она самая красочная попалась мы видим что другие государства европы нам намного меньше уже многие разделены внутри границами то есть фактически развалились второе что сделал владимир для укрепления центральной власти чтобы государство не распалось это религиозные всякие вещи он понимал что юзичество в том виде которым она было она не помогает никак центральной власти в принципе деревня признает конечно там есть какие то сварок перун и так далее но деревня объявляет например своим богом личным богом этой деревне как он там бога дверной ручки понимаете и все ничего с этим не сделаешь имеют право потому что языческими писанами каждый изобретает столько богов сколько ему нужно и молится такого бога который ему понравился поэтому сначала владимир решил реформировать языческое чтобы создать одного главного назначить а всех остальных и перевести ему к подчинению естественно назначить главным богом бога который в Киеве бог Перун бог грома и молнии он есть во всех европейских языческих каких-то религиях все из одного корня исходят вот начать бога Перуна но получается что все равно под язычеством не объединить потому что язычество это личное дело каждого язычество не писанное и язычество не основано на союзе с государственной властью язычество оно как бы прямая связь у человека с его предками с его личными богами никак тут через религию государство человека не подчинят поэтому он понимает что нужно принимать какую-то монотеистическую религию с одним богом религию записанную в которой есть книга да да и это поможет в общем-то в управлении страной и кроме того приблизит Русь к остальным государствам где уже приняты монотеистическую религию монотеистическую с помощью и византийской принцессе Анне и вот там с Анесси тоже его окрестили окрестила свою дружину они вернулись и начали крещение Руси с добровольно принудительного крещения жителей и азантийские священники читали этот обряд и приводили христианский конечно многие люди это не принимали очень трудно отказаться от веры своих предков ни с того ни с сего это нужно как-то преодолеть в себе все называется и поэтому очень долго сохранялось двоеверие то есть люди формально считались христианами погибли в церкви но дома у себя верили молились юридическим богам стояли у них тотемы вот эти вот юридические капища святилища где жертвы там принеслись и так далее в лесах ставили извояния юридических богов из дерева и когда в Киеве хрестили то сбрасывали с берега Днепра вниз фигуры Перуна и прочих богов люди их выловили потом поставили где-то в тайных местах и не умолились это продолжалось это десятки а кое-где и до 200 лет сохранялось двоеверие в Новгороде очень долго туда позднее всего крещение дошло там очень долго сохранялось но чуть-чуть чуть-чуть до 200 лет потом до иверии следующий князь который правил после Владимира его сын Ярослав тоже там была заусобица Ярослав победил в итоге сам он был новгородским князем как и Владимир собственно говоря им лихорадцы им в Новгороде поставили князь и вот Ярослав называют его мудрым тогда конечно так никто его не называл но принято в народе почему потому что действительно он способствовал очень сильному культурному и научному развитию Руси а что способствовало этому конечно принятие христианства с христианством к нам пришла письменность пришла наука потому что из Византии приехало много ученых архитекторов разных строителей инженеров которые большой статус внесли в развитие нашей страны вот в этом плане письменность пришла к нам изначально в двух людях вы знаете что были Кирилл и Мефодий греческие монахи которые изобрели письменность на славян на основе греческой но была еще другая письменность изобретена глаголица которая называется на книге вот в этой книге вы можете видеть справа текст на глаголице а слева текст на кириллице ну говорят что Кирилл изначально-то глаголицу изобрет и кстати глаголица она сейчас конечно у нас совершенно не употребляется она очень сложная и написание букв совершенно не похоже на английский и на латинский и на какие и поэтому она как-то украшена но кое-где в качестве такой обряд объясненность она сохраняется в Карватии если вы будете то увидите что название многих населенных пунктов дублировано они пишут в латинице да а внизу еще и глаголица как в памяти при ярославе мудром сдается первый свод законов до этого права у нас законодательство было не писано называется обычное право право построенное на обычаях которое передается устно конечно это очень не удобно потому что кто то что то то что неправильно передал неправильно сказал неправильно запомнил и всё это теряется и искажается ну это зачиски кроме того СмRY права это очень неудобно потому что один человек может мне вот мой отец сказал что что у нас вот так всегда делали, а другой говорит, нет, а мне, мой, сказал, что у нас вот так всегда, и кто прав, непонятно, но он их записан, и это сдается «Русская правда», первый слот законов, там было достаточно много парадиграфов, в районе 40, и сохранялось очень много языческих там пережитков, например, «Кловная месть», да, то есть христианство у нас совершенно исключено, но в личстве она совершенно нормально, в «Русской правда» она еще была, как ни страны были. Происходит культурный расцвет страны, построится очень много памятников, ну, так сказать, архитектурных памятников, которые сохранились до сих пор, Ярослав вообще очень почитал Святую Софию, как покровительницу наук, искусства, ну, в Софии, вы знаете, это «Мудрость», да, по-гречески, и были построены два собора Святой Софии, один в южной столице, в Киеве, вот он слева, такой с зелеными, с золотой, другой в северной, в Новгороде, вот такой более высокий белый собор, они, конечно, до сих пор, слава Богу. Но после смерти Ярослава Мудрого страна все-таки не избегает судьбы, которая была уготована почти всем европейским странам, то есть развал на феодальные, отдельные кусочки. И в 1097 году в городе Любич, на Украине, сейчас, значит, на границе примерно Киевской и Черниговской областей, собираются князья, которые решают, что страна превращается, фактически, в конфедерацию. То есть ослабленная центральная власть формально в Киеве остается великий князь, как формальный руководитель, но все остальные князья получают очень-очень много полномочий, фактически все князь становятся самостоятельными государствами. Ну а в Киеве такое формально, как бы, вот у нас великий князь, как мы, мы чтим Киев, как там, наша мать или отца, но живем все сами по себе. Когда надо, объединяемся, когда не надо, мы хотим не объединяемся. И вот на 15, изначально, сначала было меньше, потом стало 15, княжеств развалилась Русь. Вот такие годы. Как ни странно, похоже даже на Советский Союз, по которому тоже было 15 республик. И вот такие были княжества, там, Новгородская земля, Полоцкая, Малинская, Чернигерская, Киевская земля. Киев постепенно начинает терять свои позиции, потому что каждый сам по себе, Киев, чисто формально, там, место, где находится великий князь. Великим князем может стать любой князь, в принципе, потому что ротация происходит, да, вот эта система. И поэтому Киев теряет свое положение, тем более он очень близко к степям. Сразу южнее Киева начинается практически степь, где постоянно шастают туда-сюда кочевники. Нападают на Киев, его ослабляют, тем самым грабят, поэтому он теряет свое положение. Ну, из известных здесь великих людей мы можем отметить в последние годы последующие. Владимир Мономах, Мономах это Фанин Геев, вторая, ну, конечно, что он Рюрика, и ждан потом от Рюрика, но он, одновременно, еще и потом от византийской династии Мономаха. И вот его изображены в картине здесь на троне, где за ним византийский герб, друглавый орел, тогда он еще у нас не применялся, но уже начал ходить в оборот, а потом его уже окончательно приняли, я скажу, тогда это уже случилось в Москве. В Владимире Мономахе перерабатывается законодательство, издается уже более обширный, более кодифицированный, то есть более переработанный, обработанный и доведенный до ума свод законов. Называется «Новая русская правда» или «Правда Ярославича». Оттуда, кроме того, были изгнаны, изгнаны вот эти все языческие пережитки, и стало законодательство более европеизированным, так скажем, более сильным. Хотя в Европе тоже было много бури в это время, в Седние века, но все равно как бы уже вопросы гуманизации законодательства, они сказали, что они сказали. Кроме того, Владимир Мономах, он разгромил волосы. Я уже сказал про кочевников, да, то есть постоянно по югу Руси проходили кочевые народы. Очень давно это были гумны, да, там, в 4-5 веках, авары, потом прошли вот булгары с Волги в Болгарию современную, потом пришли печенеги, а самым многочисленным тут стали половцы, это предки современных казахов. Кюрки пришли из Центральной Азии, и вот там постепенно, значит, у нас южные Киева, современные юг Украины, и наша там Ростовская область, Владоградская, мы там ночевали, нападали постоянно на Русь. Но в итоге Владимир смог их и разгромить, и с ними подружиться. То есть были там гимнастические браки половцы, часть половцев, особенно друзья их, ханы, точнее, они упрямили православие, и подобное, с ними заменились. Так продолжалось до конца, только на Больском нашествии, когда мы были полно-ху-полковцы разгромили. Но об этом я еще скажу. С одной стороны, вот разгром кочевников, окончательный, на данный момент, он был, конечно, положительным явлением, потому что избавились от опасности, именно, как-то исполнительный, как-то исполнительный, как-то исполнительный. С другой стороны, Русь постоянно находилась до этого в условиях военной такой мобилизации, потому что кочевники могли напасть в любой момент суде. А здесь эта опасность исчезла, и это ослабило, так скажем, готовность к новому нападению. Поэтому, когда пришли монголы, Русь оказалась в том числе и поэтому не готова, потому что долго, в сто лет почти мы вообще ни с кем не воевали. Армия, так сказать, морально ослабла, народ тоже расслабился, поэтому вот это было не было. Одна из причин, почему с монголами так все было шло. Ну и вот, в результате ослабления Киева постепенно появляются другие центровые регионы, центровые города, которые на себя перетягивают и полномочия, и культуру, и вот с такими центрами жизни. Носкинеч, слабее, вот в таких центрах. Первый из них тоже известный нам Новгород. Он раньше был со центровым городом, здесь усиливают свои позиции. Новгород отличался от других русских земель, чем то, что это была республика. Новгород, конечно, не демократическая республика, когда все люди имеют право бюро, все совершеннолетние. Новгород – это олигархическое, то есть право голоса владели только представители семейств, мужчины, только мужчины, главы семейства. Всего их было в Новгороде, но для того, чтобы больше их стало, конечно, так вот 500 человек, не смеется. Они собирались в Кремле, в фотографии видео, Кремле Новгородскому, Курикам, Голокам, Голокам. Кремле – это вечевая площадь, там все нанесли ночевой колокол. Колоколом созывали участников вечера, кто-то человек на собрание, и вот так вот вкусно, принимали решение, что делать дальше. Ну, вокруг Кремля стояли дома, как и сейчас стоят, в Кремле когда-то жили, и там жило как раз население. Ну, и в Кремле тоже жили. Вече, то есть новгородский парламент, избирала новгородского президента, который назывался Посадник. Ну, президент, я проговорю, потому что было понятно, что кто это такой, по-современному полномочию. Ну, его можно было в любой момент сместить, поменять, переизбрать. И посылание, то есть никакая ненаследственная должность была, а избираемая, ну, просто как менеджер, управитель города. Начали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...